я вас приветствую друзья я виктор фарафонтов наиболее известен наверное как владелец студии звукозаписи blues минус мы тут писали в этой студии найка борзова 7b конец фильма мару и многих других наших артистов в основном в жанре поп-рок это все что живем барабанами живыми гитарами вот и сегодня я хочу вам показать процесс создания песни это полный процесс продакшена это аранжировка звукозаписи все остальное для оли космос мы тут соль и образовали вот такой стандем творческий союз и делаем сейчас первый альбом ее песен совершенно гениальная автор песен оля песни просто трогают за душу мне прям вот лет за 10 последних впервые зашел такой новый начинающий артист молодой и сегодня я покажу как мы делаем песню сердце это будет самая такая ударная песня на первом альбоме вот это видео но не то чтобы обучающие я не претендую на звание там профессора аранжировок продакшен и звукозаписи но мы соль его так подумали что наверное будет здорово самую такую хорошую песню то что сам хорошую самую хитовую скажем песню с первого альбома запечатлеть ее процесс производства наверно это будет это интересно и олиным фанатам и начинающим аранжировщиком начинающим музыкальным продюсером может быть даже звукорежиссером интересно будет посмотреть процесс записи сведения ну вот так вот естественный здесь будет много косяков я не претендую на там какой-то безошибочности свое там величие в продакшене в аранжировках и звукозаписи но тем не менее многие говорят что у меня здорово получается собственно то что мы делали для 7b например попадала и на первые места хит парадов и в ротации было много отзывов так что вот наверное есть смысл все это показать как это делается ну что ж приступим ну что друзья приступим вот у нас есть рыба так мы музыканты мы так называем черновик это вот то что оля напела на халяву это не чистовая запись это потом будет все перепеваться так что не обращать внимание на косяки для чего нужна эта рыба чтобы в в процессе создания аранжировки слышать авторский вокал со всеми его нюансами с настроением с манерой пения с эмоциями авторскими ну давайте послушаем кусочек песни манерой пения с аранжировки и неистовый мир а ты глаза посмотришь только слепо не увидев призрачный пейзаж так и кусочек припева так и кусочек припева вот ну вы слышите что воли своеобразная манера совершенно какая-то удивительная которая трогает слушателя доставляет его открывать душу и плакать и вот наша главная задача процессе аранжировки не убить эту волю на манеру ну что ж попробуем так ну самое с чего я люблю начать это с припева потому что самая такая главная часть любой песни это припев естественно он запоминается западает он потом крутится в голове у людей ради припева собственно говоря и ставят все это на радио вот и сейчас попробуем начать вот что нужно поймать какой-то ритмический рисунок найти поймать групп группы тоже такой эзотерический заргон жаргон музыкантов попросту говоря ритм ритмический рисунок рисунок для ударных инструментов для бас-гитары вот ну послушаем посмотрим да еще такой момент я это все делаю без всякой подготовки так что вы простите меня за повтор за то что я там буквы м не говорю постоянно запинаюсь не знаю что сказать думаю зависаю потому что это делается без всякой подготовки вот как собственно я делаю коммерческие продакшены сам с собой так вот я вам это все и показываю как она есть так что уж если не охота все это долго слушать и поставьте просто на ускоренный просмотр там с двойной скоростью все будет нормально ну что ж зацикливаем припев и пытаемся нащупать на моем любимом инструменте на гитаре что-нибудь ритмический рисунок москами и порванная сердце сейчас нам не принципиально что там играется важно какую-то гармонию наиграть и ритм для того чтобы попытаться это же подобрать на барабанах я вот просто на халяву сейчас запишу что-нибудь вот это не значит что это войдет куда-то нам понадобится это просто такой черновой набросчик на гитаре чтобы понимать что вообще у нас происходит вот я даже не пишу сейчас бас потому что он тут же басту в общем-то главный инструмент в аранжировке что задает гармонию и ритмический рисунок если я сейчас запишу какой-то бас это меня остановит фантазиях какие делать ударные и получится уже какие-то стандартные определенные ударные по шаблону которая сделал бас поэтому сейчас вот есть только гармонические полу ритмические инструменты рыбные вокал клик и я попробую пойти за барабанную установку и подобрать какой-нибудь ритмический рисунок и 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 скромченная, истерзанная Бутылы в резко на части Порезанная масками резкими нарезка Супа моя и полная петель И скромченная, истерзанная Бутылы в резко на части Порезанная масками резкими нарезка Супа моя и полная петель В деле поиска грува еще у нас такая задача у нас не свалиться так называемый русский рок Потому что что такое русский рок? Это фактически бардовская песня под барабаны И у нас уже такая традиция лет 30, то есть 40-50 Делать простенькие ритмы, которые всем уже надоели, набили оскомину А хочется делать что-то модное, интересное Поэтому вот такие биты, типа там Это сразу помойка, вот смотрите Это получается у нас группа сплин 30-20 летней давности Или там ДДТ 30-летней давности Все это 15 раз уже было 50 раз уже прозвучало по радио Это никому не интересно Такую песню на радио не возьмет И люди слушать такое не будут Потому что зачем слушать русский рок То же самое, современный Хотя уже был прекрасный русский рок 20-30 лет назад Поэтому мы постараемся найти что-нибудь модненькое Есть такой беспроигрышный совершенно ритм Пришедший к нам из электронной танцевальной музыки Ну, как все думают из электронной танцевальной музыки Это прямой бит так называемый Вот, на самом деле, конечно, он пришел из фанка 70-х годов Потом его успешно портировали в диско Потом сделали электронные драм-машинки с этим группом И сейчас все аранжировки, 99% аранжировок на радиостанциях России С этим ритмом Получается, что это звучит одна сплошная аранжировка Но у нас-то особенность У нас коллектив с живыми варабанами И поэтому мы как раз можем совершенно безболезненно Внедрять такие ритмы в живую игру И получать как раз что-то новенькое, интересненькое, модненькое Вроде бы элементы из танцевальной музыки и фанка 70-х Но звучащий на живых барабанах Он становится интересным и модным Так, попробуем Это я вот разглагольствую На самом деле я не знаю, подойдет или не подойдет Надо попробовать ПОДПИШИСЬ НА ИНОСТРАННОЕ Подходит Но это беспроигрышная штука Она модная, актуальная, современная Подходит к любым песням Так, ну поищем еще Что-нибудь синкопированное, например ПОДПИШИСЬ НА ИНОСТРАННОЕ ПОДПИШИСЬ НА ИНОСТРАННОЕ И порванная И серая И скромшенная И стяженная Ну что, мне нравится Еще сейчас современная тенденция в аранжировках Это минимализм Например, там вообще минимум барабанов Без хета даже просто Минимум каких-то гармонических, ритмических инструментов Кроме бас-гитер, барабаны, бас и вокал Особенно там для первого куплета Это прекрасно подходит И мы же делаем для себя Для искусства Не на продажу это все дело Делаем как хотим Можем делать вообще Одну бочку, например, там вокал Никто нам за это ничего не скажет Будет все прекрасно Может быть наоборот Мы подчеркнем только выразительность Эмоциональность Мелодии, стихов Сейчас попробую что-нибудь минималистическое Сердце искромшенное, истержанное Будто бы фреска на части Порезанное мазками резкими нарисованное И порванное Сердце искромшенное, истержанное Будто бы фреска на части Порезанное Мазками резкими нарисованное И особанное И горбанное И струксенное И стержанное Здорово Вот засада Придется делать черновые наброски Для всех этих трех ритмических рисунков Мы себе работу усложняем Но с другой стороны Так и надо делать Потому что Вот как делается Ультра дорогой продакшн На западе Да и у нас в России тоже Аранжировка дается Пяти аранжировщикам Всем естественно платятся деньги за это Они делают пять прекрасных Профессиональных разных коммерческих аранжировок И потом продюсер проекта Сидит, слушает это Выбирает лучшую из них И она уже доводится Или даже элементы из разных аранжировок Выбираются и делаются лучшие Вот поскольку у нас нет пяти продюсеров и аранжировщиков У нас есть один То можно имитировать эту ситуацию И сделать там три-пять вариантов И самому уже стать этим Человеком, который делал и выбирает И мы таким образом Немножко удорожаем тоже наш продакшн Мы сделаем там три-пять вариантов грубого И выберем лучший Тоже вот эта большая ошибка Начинающих аранжировщиков Музыкальных продюсеров Что они, например Тыркаются вслепую Скажем там Ой, настучали бочку Что-то как-то пошло и поехало И поплыли по течению Хотя можно было делать параллельные Разные варианты груба И может быть один из них Оказался бы там в пять раз лучше В десять раз лучше качал бы И людей бы это прям торкало бы больше А мы потеряли эти варианты Вот есть такой приемчик Делать несколько набросков И выбрать из них лучший Так Ладно, поищем еще Музыкальная Нескромшенная Настержанная Вот та бы фреска на чашке Порезанная Маска не резкими нарисованная Не порванная Музыкальная И скромшенная Настержанная 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 Маска не резкими нарисованная Маска не резкими нарисованная Тут смотрите, что у нас происходит Получается медленная песня Но я как музыкальный продюсер проекта Наверное, отвергну Очень клево прям Блин Музыкально Эмоционально Торкает Трогает Но, наверное Этот вариант Надо будет отвергнуть Потому что Мы рассчитываем Что эта песня Будет ротироваться На радиостанциях И такой медлячок Скорее всего Не будет Хитовым и не зайдет Программным директорам Вот, блин Не продается вдохновение Но можно рукопись продать Поэтому все-таки Надо вот Про что я говорил В самом начале записи Что Нужно пройти По лезвию бритвы Фактически Между тем Чтобы сохранить Эмоциональный смысл И наполненность Эмоциональную Чтобы это было Настоящее произведение Искусство И в то же время Чтобы это было Коммерчески успешной Продакшн Вот задачку Я себе задал Так, ну все Три-четыре варианта Мне хватит Больше в голову Ничего не лезет К сожалению Мы ограничены Своим опытом Наработками Какими-то шаблонами Которые у нас есть в голове Кстати Вот еще Насчет шаблонов И как раз Вот этой ситуации С барабанами Как делается Обычный русский рок Садятся ребята В группе В которой они все вместе играют Всем кайфово На репбазе И пытаются сделать Это называется у нас Сделать песни Фактически Сделать аранжировку Совместными усилиями Со всеми музыкантами Вот В принципе Иногда это получается Неплохо Удачно Иногда бывает Эффект мультипликации Опыта И таланта музыкантов Но Все-таки В моей практике Я понял Что чаще всего Наоборот Лучше Когда есть один музыкальный продюсер Один аранжировщик И он Делает Это С меньшими шаблонами У него больше в голове Всяких вариантов Больше шаблонов Больше опыт А музыканты Как он слышит Бой И фактически Подыгрывает Мелодию вокала Перекладывает на барабаны На ритм И ритмический сон И все Этот шаблон работает И больше Стоит блок в голове У такого музыканта И больше Ему не приходит вариантов Сделать разные игры А компетентный музыкальный продюсер Он не ограничен этими рамками Он Естественно У него мышление шире Он знает заранее Что надо делать Много разных вариантов И можно сделать Интереснее И круче Так Ну ладно Друзья Переходим Обратно В контрольку Ну что Вернулись В контрольку Продолжаем Я вот эти барабаны Которые Сейчас попробовал Наиграть вручную Я хочу забить В электронном виде Плагин Для того Чтобы было потом Удобнее с ними работать Потому что Если сейчас Разводить бодягу С записью живых барабанов Это будет дикая потеря времени Очень трудно что-то менять Допустим Захочется сдвинуть бочку Добавить лишнюю бочку Это будет невозможно Поэтому проще Черновик для барабанов Забить Медийный Вот А потом уже Я перепишу по-хорошему Многомикрофон Все серьезно Будем Прописывать Настоящие Живые барабаны Студийного качества Вот Ну и начну Наверное С этого Синкопированного бита Потому что Его труднее всего Запомнить И пока Пока я его помню Надо его Зафиксировать Так Барабанчики Я для рыбы Использую Слейтовские Самые простенькие Примитивненькие Стивен Слейт Драм Звучат они для рыбы Прекрасно Даже Многие барабанщики Удивляются И думают Что как так получается Так Ну что Я Как там Она у нас Где-то у нас Бочка-то Вообще Вот она Так Это вот Мне привычнее Барабаны В миде Ролли Забивать В пианороле Можно Конечно Сделать Вид Барабанный Ну как Чтобы было Так сказать По научному И по Правильному Вот так Вот Где Каждому Удар Каждый Подписан Что это Ну не знаю Мне привычнее Как По клавишному Забивать Наверное Просто Чисто Привычка Так Для разнообразия Некоторые удары Делаем Другим Звуком Соседним А так же Можно Что нибудь Такое Ввести С С Маленькой Велосити Для Оживления Надо Сделать Только Раскраску По Велосити Чтобы Было Понятно Так Будет Просто Более Похоже На Живые Барабаны Это Нам Не Нужно Потому Что Все Все Потом Я Это Живьем Переиграю Но Пока Пусть Будет Так Отлично Мне Понравилось Во вторую Долю Райт Велосити Разное Сделаем Чтобы Хоть Как-то Это Отличалось И Где-то Сделаем Еще Немножечко Разный Тембр Ударом Так Копируем Это Все Сейчас Нам Все Это Не Важно Потому Что Я Напоминаю Что Это Рыба Вообще Скорее Всего Этот Вариант Даже Не Пойдет В Дело Чую Что Танцевальный Пойдет Или Минималистичный Так И Добавим К этому Петлю В Какую-то Первую Попавшую Случайную Оставшуюся В шаблоне Аранжировки Танцевальная Вот Еще Важная Довольно Штука Залог Модных Аранжировок Это Присутствие В них Петель Современных Таких Едемных Танцевальных Вот Я Для Генерации Петель Использую Совершенно Такой Дешевенький Прекрасненький Примитивный Инструмент Трансфьюзер Стоит он Копейки На распродажах Продается Вообще Там За 15 Долларов Наверное Довольно Таки Редкий Неизвестный Что Хорошо Я Потом Об этом Скажу Когда Перейдем К Синтам Вот И Посмотрим Что Тут Есть У Нас Например Electronic Dance Loops Например На Охренительно Можно было бы Конечно Самому Эту Петлю Сделать Но Поскольку Это Очень Маленький Элемент В нашем Продакшне Вы К Концу Поймете Что Этого Практически Не будет Слышно И Не будет Особо Влиять Это Просто Знаете Что Модный Заменитель Шейкера На самом Деле И Конгов То Что Было В Классических Аранжировках Он Будет Там Где-то У нас На заднем Плане Шелестеть И Шуршать В Принципе Там Не Особо Важны Детали И Чтобы Не Тратить Творческую Энергию Я Просто Первый Попавшийся Вот Вот Вы Видели Вообще Это Довольно Важная Концепция Для Продакшна Не Тратить Лишнюю Энергию На Всякие Технические Заморочки Нужно Сконцентрироваться На Творческой Задаче Сделать Прекрасную Бомбическую Красивую Аранжировку И Размениваться На Всякую Ерунду Типа Сидеть Два Часа Выбирать Эту Петлю Из Трех Тысяч Вариантов Это Нас Только Сожжет Всю Нашу Энергию И Не Останется Ее На Основное Что Это Мелкие Мазки Мы В конце Концов Потом Это Заменим Изменим Перекрасим И Все Будет Прекрасно Ну Уже Уже Качает Считай Готовая Аранжировка Правда Это Всего Лишь Один Из Трех Вариантов Не Забывайте Что Мы Нащупали Три Варианта Грува Так Ну Хорошо Попробуем Под этот Грув Прописать Бас Чтобы Уже Это Звучало Полноценно У нас Как Бас Вот Такой У меня Замечательный Мексиканец Джаз Бас Но Очень Хороший Редкий Старый Высохший И он Звучит Как Американец Вообще Если Вам Задача Купить Для Оранжировок Себя Бас Гитару То Советую Джаз Бас Потому Что Он Подходит Ко Всему Вообще К Любому Стилю К Металу К Панку К Джаз Не знаю К Поп Все К Рок К Поп Рок Так А мы Сейчас Должны Еще Выбрать Какую То Эмуляцию Джазового Джазбасовского Комбика Гитару Мы Отключаем На Бум Первую Попавшуюся Басовую Включаем Нам Сейчас Это Не важно Потому Что Мы Пишем Рыбу Напоминаю Так Строй Можно Было Проверить На Сам Тоже Непринципиально Потому Что Это Все Наброски Черновые Я Про Гитару Хотел Сказать Что Наверняка Вы Слышали Что Она Была Расстроена И Юрий Лоза Меня Конечно Б Поругал Но Честно Говоря Тратить На Это Время И Силы Нам Не надо Сейчас Задача Нас Найти Гениальный Грув Который Будет Качать Который Оставит Олену Космическую Совершенную Энергетику И Отвлекаться На Настройку Гитары Мы Не Можем А Юрию Лозе Придется Проставиться Чтобы Он Нас Простил Так Вот У нас Басовый Трек Кстати Видите Я Не мучаюсь Не создаю Треки Ничего У меня Все Готово Есть Шаблон Это Сильно Упрощает Нам Работу Когда Есть Шаблон Многие Бы сказали Что Это Не Не Круто Работать По шаблону Что Надо С нуля Создавать А На самом Деле В контексте Творческой Задачи То же Самое Мы Сейчас Там Потратили На Создание Этих Треков Два Часа В Совокупности А Может Быть За Эти Два Часа У Нас Закончится Творческая Энергия И Мы Уже Не Сможем Ничего Крутого Совершенно Избразить В плане Творческом Вот Поэтому Забьем На Это Сейчас Нам Все Это Не важно Важно Просто Отфильтровать Из трех Вариантов Один Основная Задача На данный Момент Поэтому Не Заморачиваемся С Поисками Какого-то Там Гениального Баса Берем Первый Попавшийся Так Ну Хорошо Вот У нас Есть Такой Рисуночек Сейчас Я В Пустое Место Скопирую Чтобы Нам Не захламлять Нам Еще Надо Будет Два Варианта Так Дальше Второй Вариант У нас Был Прямой Танцевальный Бит Что Такое Танцевальный Бит Прямая Бочка Вот Что Бочка В каждую Четверть Что Еще Просится Какие-то Дополнительные Малые Барабаны Ум Чк Под Крюм Такое Что Такое Что Такое 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 Что Делать Больше Невозможно Я Извиняюсь За технические Косячки Забываю Иногда Микрофон Отмютить И вы Слышите Плохой Звук С Камеры Ну Блин Что Поделаешь Либо Творческий Процесс Либо Технический Мне Не хватает В мозгу Отделов У меня В мозгу Стэк Такой Если Что Загрузили Больше Ничего Не Друзится Так Ну Что Попробуем Прописать Бас На Этот Грув Бас 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 Для Таких Ритмов Это Просто На Вторую долю Ну Смотрите Но это Слишком Примитивно Это мы не будем Использовать Сейчас Еще Покручу Блин Все Здорово Как тут быть И то И то Хорошо Надо думать Сейчас Буду Думать Что Качает Что Меньше Съедает Эмоциональность Песни Так Еще Вот такая Есть штука Эзотерическая В аранжировках В продакшене Это Медитативность Какая-то Какой-то Транс Это Уже Такая Тема Которой Никто Не Говорит Но Все Крутые Музыканты И Крутые Продюсеры Знают Что Это Такое Крутые Авторы Когда В процессе Исполнения Песни Музыкант Выпадает В какой-то Эзотерический Транс То ли Психологическое Состояние То ли Какое-то Камлания Шаманское И Происходит Что-то Помимо Музыки Вот Хендрикс Этим Обладал В полной Мере И Оле Кстати У Оле Тоже Этот Дар Есть У нее Казалось бы Простые Такие Гармонии Два Три Аккорда Как Как Собственно Уцвое Например Но Они Погружают В этот Транс Слушателя И Исполнителя И Что-то Такое Между Строк Проникает Загадочное И Привлекательное Что Улавливает И Делает Из Произведения Настоящее Произведение Басет По-моему У нас Получился Вообще Выдающий Вот Кстати Обратите Внимание Что Бас Гитара Тут Делает Практически Там 80% Погоды Ритм Грув Настроение Какой-то Все Аранжировки Задает Бас Гитара Главный Инструмент В группе Хотя Что самое Обидное Бас Гитаристов Меньше всего Заметно На сцене Я же Вот Играю На басу На гитаре На барабанах Выступаю Иногда На всех Этих Инструментах И Когда я выступаю На басу Это просто Какое-то Сюрреалистическое Впечатление Потому что Я привык Что на гитаре Когда стоишь На сцене Все внимание На тебе Все на тебя Смотрят Ты получаешь Славу Любовь Зрителей На барабанах Чуть меньше Но тоже Все равно Герои На тебя Что-то кричат А на бас Гитаре Выходишь Когда Никто Вообще На тебя Не смотрит Как будто Тебя нет Удивительное Чувство И очень Странное После гитары Но тем не менее Знаете Что вот Бас Хотя многие Даже Девушки Например Просто не могут В музыке Отличить Где звучит Бас-гитара Где вокал Звучит Где гитара С трудом Где барабаны Звучат Могут понять Но Что играет Бас-гитара Люди Просто не понимают В аранжировке А он Самый главный Инструмент На басу Все держится Вот вы видели Ничего особенного Не было Добавили бас И сразу пошло Движение Грув Энергия Аранжировки Настроение Аранжировки Так Вот Красиво Но как бы Не попасть нам В засаду Того О чем я говорил Вот этой эзотерики Чтобы нам Не потерять Эмоциональную наполненность Песни И смысл Текста То есть Мы сейчас Можем идти В красивое Музицирование И потерять Стихи И смысл Песни Поэтому Движемся дальше И делаем Минималистический Вариант Минимализм У нас был Просто бочка Малый Без всяких Изысков Без ничего Так Прорядим Просто Вот это Все Удаляем Все Эти Поддробки Подхлестки Что же Нам делать С тарелками Тарелки Это уже Не модно Тарелки Это русский А куда без них Может быть Хэт А не райд Нет Теряется волшебность Какая-то Полетность С райдом Она не теряется И размножаем Все это И склеиваем Вот И тоже попробуем Изобразить На басу Что-нибудь И посмотрим Что сделает Со смыслом Песни Такая Вот смотрите Что творится Например Как бы поступил Русский рокер Музыкант На репетиции Что бы он сделал Он бы сказал Вот что Ну как бы Нормально Потому что Хорошую песню Не споришь Никакой аранжировкой Но Мы сразу На 30 лет назад Отпрыгнули Совсем Не модно И не интересно А вот эта Вот штука Смотрите То что До этого У меня нащупалось Это фактически EDM Только На Обычном басу Даже элемент Какого-то R&B Хип-хопа Появляется Это модненько Это нам нравится Сейчас я попробую Это развить И подобрать Для рыбы Сойдет И для такого Грува Конечно же Надо Гитарку Переписывать Сейчас тоже Сделаем Новый черновик Вот видите Трудно Все постоянно Приходится Переделывать Но что делать Зато результат Будет Переделывать Искрошеная Истерзанная Бутами фреска На части Порезанная Мазками Рязкими Нарисованная И порванная Сердце Рязкана В части Порезанная Мазками Рязкими Нарисованная И порванная Сердце Клево получается Придется настроить гитару Потому что Иногда бывает Что потом Нет вдохновения И фиг Повторишь И нередко Черновая гитара Идет уже В коммерческий Продакшн Мы сейчас Получили Три Кусочка Три разных Варианта Аранжировки Фактически То есть уже Это такой набросок Который определяет Все Ритм Темп Гармонию Темп Мы сейчас Еще к темпу Перейдем И я включаю Глобального Музыкального Продюсера Который будет Как бы Из трех Аранжировок Выбирать Ту Которая лучше Подойдет Этой песне Которая Лучше Передает Смысл Меньше Бывает Эмоцию Олину Олину Эзотерический Дар Вещания Настоящего Искусства И стихов Таких Из высших Измерений И в то же Время Чтобы Это было Коммерчески Чтобы Это качало Чтобы Это было Интересно Слушать Чтобы Это Взяли На Радиостанцию И сейчас Мы будем Взвешивать Все За и Против И решать Это Такой Самый Трудный Этап Все Круто Качает Но Есть Недостаточек У этого Грува Но Может Мы Его Похерим Недостаточек Такой Что Слишком Весело Все Текст У нас Довольно Грустный У человека Трагедия Неразделенная Любовь Ладно Слушаем Следующий Так Мне Меньше Нравится Не Качает Ничего Но Сейчас Мы Сделаем Гибрид Вот Про то Что Я говорил Что Можно Взять Из Разных Аранжировок Разных Аранжировщиков Идеи И Натыркать Их В одну Возьмем Бас И Гитару Из Третьего Кусочка Подставим Во второй Получим Новый Вetzung В serving В И Наверное, не очень сочетается. Так, есть идея более интенсивный прямой бит на развитие дать. Скажем, на последний припев или на повторение после брейкдауна. И еще сравниваем с нашим фанковым синкопированным вариантом. И скромшенная, истержанная, будто бы фреска на части порезанная. Мазками резкими нарисованная и порванная сердцем, искромшенная. Блин, ну здорово же! Что делать? Не знаю пока. И то, и то нравится. Так, тогда вот о чем будут думать. Что меньше убивает Олю на манеру? Да не, вроде ничего не убивает. Значит, надо по другому параметру. Тогда по параметру модности моднее вот этот вариант. Так, ну хорошо. Берем его за основу. На всякий случай сохраним версии всего этого, чтобы, если что, мы могли вернуться. Кубэйси это очень удобно сделано. Здесь версии треков. Вот смотрите. Раз. Новые версии у нас получились. И можем спокойненько все удалять. А если что, нам захочется вернуться, а мы раз к старой версии трека вернемся. Причем, версии это не лейны. Это другое. Лейны у нас сохраняются. Видите, все дубли, которые мы писали, они сохраняются в каждой версии. Вот за что я люблю Кубэйс. За такие вот фишечки. Так, ну что. Берем вот это. Вот это. Ставим это сюда. Да, в общем-то, считай, аранжировка готова. Что еще надо? Припев. Основной ритм припева. Вот. А этот танцевальный бит оставим на развитие, на последний припев. Или там на пару последних припевов. Там видно будет. Посмотрим ближе к делу. Так, вот гитару возьмем такую же, как сейчас у нас. Вот. Еще такой момент истины во всем этом. Попробуем это вставить в куплет, этот же бит. И посмотреть, качает ли там, работает ли куплет. Бранинистовый миран, ты глаза посмотришь, только с неба. Не увидев придачный пейзаж, то, что вижу, не увидят люди. То, что... Работает. На всякий случай проверим и танцевальный тоже. Работает ли в припеве. Куплите. Тоже замечательно. Ладно, тогда будем смотреть по ходу дела. Может быть, один куплет так, второй куплет так делаем для разнообразия, для развития. Так, ну, естественно, тарелка нам не нужна тут совершенно. Можно даже вообще без тарелки сделать. Денсовый. Обязательно надо будет стоп-тайм такое делать. Замолчали барабаны и... Сердце. Это сразу вот такие перепады динамики. Они вышибают из зрителя эмоции. Когда вот сейчас громко-громко, и вдруг что-то тихо, потом опять громко. Это делает толчок к вышибанию эмоций и слез у слушателя. Это очень важная штука. Поэтому надо в песне обязательно делать большие перепады динамики. Так, а первый куплет даже может быть что-нибудь еще более разреженное. Луно светящееся небо. Да. Луно светящееся небо. Собственно, мы, получается, еще один. Помните, у нас был четвертый грув на барабанах? Такой медлячок, который я отверг сразу. Но вообще-то для начала песни это отлично. Он пойдет. Друзья, комп тормозит, потому что я веду запись этого подкаста для семинара, для того, чтобы вы это видео видели. Поэтому он с двумя задачами с трудом справляется. Это захват экрана и аудио, и работа в программе аранжировки. Так, вот этот удар, наверное, мне хочется двойным сделать. Вот этот вот, чуть-чуть ввелось, типа, меньше. Да. Так, а вот тут уже надо делать развитие. Петлю же еще я забыл скопировать куплет. Так, потом надо сразу второй куплет. Душу вынимает. Значит, мы не испортили. Не испортили. Это победа, друзья. Это самое трудное. Это не потерять вот эту Олену артистическую манеру. Очень интересную, эмоциональную. Здесь вот нужна паузка небольшая. Опять же, чтобы мы подошли к припеву и небольшой перепад динамики, который нам дополнительное эмоциональное насыщение для припева придаст. Еще одна задачка у нас сейчас решить во втором куплете. Делать уже прямую бочку или все-таки оставить такой обычный бит из первого куплета. Сейчас послушаем так и так. Вернее, надо захватить припев, чтобы понять, как оно склеивается. Еще сюда просится струнный квартет. Надо подумать в контексте струнного квартета, как оно будет. КОНЕЦ КОНЕЦ Ты так на луну похож Если ты когда-нибудь поймешь Мою дрожь, дрожь, дрожь Сердце Наверное, дэнсовый оставлю. Если что, вернемся. Вот у меня он в лейнах сохранен. Вот смотрите, что происходит. Поскольку второй куплет мне больше нравится в дэнсовом груве, то придется и следующий припев второй делать с дэнсовым грувом. Но при этом можно оставить бас и гитару такими же, как в первом куплете. И развитие только за счет фактически добавления одной бочки получится. Ну что, друзья, вот у нас теперь есть каркас такой ритмический, ритмическая основа аранжировки. Двигаемся дальше. Следующим этапом надо подобрать темп, при котором песня качает, при котором слова нормально произносятся и заплетается язык. Есть вот какие-то такие вот эзотерические штуки, когда между ударами барабана происходит какой-то такой остановка музыки, что ли, не знаю, паузы какие-то, и песня начинает качать. А если там на парочку единиц влево-вправо, перестает качать. Начинает либо суетливо играть, либо как-то наоборот, смешновато, медленно. Вот смотри, сейчас покажу вам. Здесь в Cubase это замечательно сделано, можно совершенно безболезненно просто менять темп, и даже аудио будет меняться, если оно в мюзикл-мод. Вот здесь вот в мюзикл-мод включается. Так, ну давайте послушаем. Возьмем только припев. Так, вот это оригинальный темп, который был у нас от нашего исполнителя. Ну и попробуем, сразу там скакнем. 100, например, делаем. Так, вот уже не качает, уже суетливо. Берем меньше, наоборот, 90. Так, тягомотина. Ну что-то, да, маленькими шажочками скажем 90, 97. Супер, 98. Так, все, уже мне не нравится, уже суета. Значит, 97 было отлично, а теперь 95. Ничего. Все, 94 отпадает. Значит, 95, 96, 97. Три значения, которые нам подходят. Выбираем из них. 95 и 97. Так, 97. 97 лучше, чем 95. Теперь 96, 97 выбираем. Так, 97. Да, 97 идеально. Вот видите, мы на единичку подняли темп от оригинального исполнения. Так, ну что ж, движемся дальше. Наверное, я поторопился сюда дэнсовый вариант поставить. Наверное, он будет уже дальше там в развитии. Что, прежде всего, напрашивается прописать какую-то ритмовую гитарку. Например, там, пиццикатную. Может быть, потом мы ее заменим модными плаками на симптомизаторе. Потому что, в принципе, функция это одна и та же, что у плаков, что у гитары в роке. А плаки, соответственно, в EDM. Танцевальной, современной музыке. Так, ну что ж, берем гитарку. Да. Вот тут вот хочется сказать про гитарный, про настройку гитары. Потому что, наверное, те, у кого на хороший слух, заметили, что до этого гитара у меня была расстроена. Мне было неохота тратить время на настройку гитары. Потому что шла творческая идея. Хотелось скорее что-нибудь набросать. И для рыбы это было совершенно без разницы. Потому что вот эти кусочки рыбные, мы их обязательно перепишем. Потому что там есть и ошибка. У меня там где-то минор, место мажора сыгран. И это просто было для того, чтобы пойти нам на барабанах. Стучать, чтобы что-то звучало в наушниках. Какая-то фигня была. А теперь уже, поскольку мы определили темп, уже в этом темпе так и останется. То есть можно писать начисто, и это будет уже профессиональная запись. Уже надо настраивать гитару по-хорошему. Потому что до этого момента Юрий Лоза меня бы, наверное, убил бы. Вот. И тут возникает связь с настройкой гитары. Очень много таких вот нюансов. Например, вот смотрите. Если вы, может быть, слышали про такую проблему с настройкой гитары, про темперированный строй и натуральный строй. Это давняя проблема, которая идет из средних веков. Там были баталии, дискуссии. Например, если у нас рояль на своем натуральном строе, то что значит? Значит, у нас более чистые интервалы. Там кварта, терция. И гармония звучит более чисто. И произведение звучит как-то более музыкально, более приятно слуху. И если мы начинаем играть в другой тональности, соседней, например, на полтона выше, то у нас уже эти интервалы перестают быть чистыми. Там на несколько центов до 10, даже иногда до 14-15 центов съезжает строй. И мы слышим диссонансы, биение между диссонирующими нотами. Что вот как у нас образуется чистый интервал? Это просто делится частота пополам, потом, соответственно, и так дальше. А темперированный строй что такое? Это когда мы взяли, не мы, а люди в средние века, взяли, разделили на 12 ровных, одинаковых полутонов. Прямо просто чистота. Типа там 440 Гц, 220 Гц. Между ними взяли на 12 ступеней, поделили. И вот получился у нас равномерно темперированный строй. Но в равномерно темперированном строе интервалы строят не очень точно. Давайте я вам покажу сейчас даже один кусочек. Так. Особенно на дисторшине это хорошо заметно. Например, вот мы настроим там кварту в интервал. Вот. Вот, биения ушли. Чистый интервал получили. Но, на этих же струнах, если мы возьмем терцию, большой, например, то она требует небольшой постройки. Вот смотрите, все, кварта уже не звучит. Уже биение пошло. А биение это, это как то, что небольшая расстройка между струнами идет. Вот. И эта проблема в гитаре возникает постоянно. Потому что, особенно вот с дисторшином, гитара должна звучать, интервалы должны быть настроены чисто. И даже вот бах оставил нам в наследие такое произведение хорошо темперированный клавиры. Это он забыл уже с кем-то там, с каким-то своим коллегой в те времена разработали строй, причем неравномерно темперированный, а какой-то тоже свой своеобразный строй, в котором можно было повышать на полтона тональность произведения, и оно все равно продолжало более-менее хорошо звучать. Но сейчас все просто, сейчас просто темперированный строй. Почитайте в Википедии, наберите равномерно темперированный строй или там натуральный строй, и вы разберетесь с этим. Это обязательно надо знать аранжировщику и музыкальному продюсеру. Вот. Потому что для гитары это просто критично. Я вот вам показал. Начинается биение, и ощущение, что гитара не строит. И многие думают, что это проблема там, то, что лень было настроить гитару. На самом деле нифига. Начинающий как? Он возьмет тюнер, вот по тюнеру настроит все, и будет думать, что он молодец, что он настроил гитару. Хороший, дорогой тюнер. Вот ми четко. Но все равно в записи будет слышно, что гитара не строит. И начинающие люди так и оставляют, и так и издают в продакшн, а потом слушаешь изданное произведение, а гитара не настроена. На самом деле они настроены, но люди не учли проблему темперации. Потому что приходится вплоть до того, что даже, например, там один аккорд нормально звучит, то есть минорный там уже немножко надо подстраивать. Вплоть до того, что приходится иногда некоторые прям аккорды даже вписывать отдельно после подстройки. Поэтому гитару в студии надо настроить долго, тщательно, аккуратно под конкретные произведения. Более того, там еще вылезают такие штуки, например, при пережиме, вот смотрите, если просто взять, нажать, но если посильнее нажать, видите, что происходит, едет. А гитаристы, которые не умеют контролировать силу нажатия, допустим, там играют мякотью, а не подушечкой, или еще как-то, они, у них это все произвольно, и просто от балды вот это вот нажатие. Особенно еще, если струны тонкие, а на тонких струнах это еще более сильно сказывается, потому что тонкая струна, она проще вдавливается. Видите? И получается, что у нас хоть по тюнеру и настроили, а реально слышно, что не настроено. И приходится с учетом этого, например, если у нас там жесткая атака, например, в таком духе, то приходится подстраивать струну даже на несколько центов ниже, с учетом того, чтобы, например, в начале атаки она звучала выше, а под конец, когда она затухает, у нас же как струна, она когда колеблется, она отклоняется от своего положения, а когда затухает, звук тише становится со временем, она меньше колеблется, и она другую длину получает, она сжимается, меньше, менее вытянутая. Поэтому в момент атаки у нас строй немножечко высит. Поэтому, если мы играем активную какую-то партию, надо немножко строй скорректировать на несколько центов вниз, например, на 5-6 стройе. Вот столько сложностей, друзья. Так, ну что ж, попробуем. пиццикатное, ритмовое, что-нибудь сюда вписать. У меня есть где-то заготовка для пиццикатных гитар, треки, вот они заготовлены. Делаем преролл один такт. Так, ну что ж, пишем. И писать надо, поскольку стереогитара эффектно слушается, это влево-вправо дабл, то я сейчас буду два раза писать одно и то же. Субтитры сделал DimaTorzok Заготовка для пиццикатных гитар, да как бы фреска на части порызанная, масками рязкими порезанная и формальная. Так, прекрасненько. Вот у нас получилось два дабла, поскольку по кругу шло, послушаем, что это будет. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Супер! Замечательно! Мне нравится! Так, что еще в связи со всем этим? Скорее всего, надо переписать вот эту гитарку. Потому что там, во-первых, были ошибки. Я говорю, что она рыбная, халявная, не настроенная. Сейчас мы и поднастроили. И без халявы запишем. Так, перегруза много. Кстати, вот, друзья, о чем я еще хотел сказать насчет вот этих всех гитарных дел. Вот смотрите, что я использую. Я использую эмуляции гитарные для записи в реал тайме у адовские эмуляции. Но они мне не очень нравятся, а реально пойдут в дело в издании у нас уже Overload THU так называемый. Вот, что это такое. Такая программу лена. Тут, например, у меня там есть уже какие-то мои любимые пресеты. Погуглите. Это единственная нормальная эмуляция, которую я лично уже не отличаю от реальных комбиков. Смотрите, вот ситуация какая-то. Вообще, долгий разговор, давайте поговорим об этом. Многие гитаристы, даже большинство, если узнают, что фарафонтов пишут через плагины, скажут, ой, отстой, это не трушно, это не по-настоящему, это все не годится вообще для профессиональной работы, они во многом правы. Знаете почему? Потому что эти гитарные эмуляции уже там за последние лет 15-10, штук 200 или 300 разных программ, и все они, честно говоря, отстойные по сравнению с реальными комбиками, но совсем недавно появилась эта вот игролова THU, ей буквально может быть год этой программки. Она единственная из этих 200-300, которая неотличима, про нее мало пока кто знает, поэтому в целом говорится правильно, что плагин отстой, но вот появился первый, первый проходит, который уже неотстой. И я лично провел для себя такой эксперимент, у меня же есть же куча всяких там реальных комбиков, давайте я пойдем покажу их. Вот там, смотрите, вот здесь. Не забудь рептифайер, маршал, корфорд, еще у меня на репазе фендер, классный, для уделения классический. Вот, отличная комната, смотрите, для записи, икарных комнат. Но, я, когда мне надо что-то выяснить такое для себя по звуку, провожу слепые тесты, так называемые. единственное критерие в звукозаписи, объективно, это слепой тест, когда вы не отличаете слепую уже звук одного прибора от другого. Я пошел, прописал гитару на всех своих комбиках, для каждого попробовал подобрать эмуляцию в этом в THU и получилось, что я уже не отличаю вслепую. То есть, я запускался вот так вот вслепую и переключал каналы, не знаю, какой звучит, я не мог понять уже, комбик это или плагин. И с этого момента я понял, что можно использовать. Вот, и плюс еще такие являются дополнительные бонусы во всем этом деле. Особенно это связано с продакшном. Вот, например, сыграли мы вот эти пиццикатки, а там через день, два или через неделю мне захочется что-то изменить. Например, мне придут в голову где-то бочку поменять, где-то грух, может немножко, в зависимости от нового баса чистового может быть захочется переиграть. И получить точно такой же звук на реальных комбиках гораздо труднее, чем взять и просто воткнуться в линию обычной гитары и получить этот же звук точно такой же, какой у меня был неделю назад и переписать. Вот это тоже большой плюс при продакшне. Так, ну, двигаемся дальше, смотрим, что там у нас. Так, посмотрим, что там у нас стоит на этой пиццикатке. Что-то такое осталось в шаблоне. Ну, пусть пока звучит. Так, пишем клин. Переписываем, вернее. ПЕСНЯ, ПЕСНЯ, так мало перегруза не менее комфортно играть вот так вот а так много о самое то кстати друзья по-хорошему надо бы разные партии писать на разных гитарах у меня гитарства штук 6 вон там еще стоят гибсон там фендер покажу вот лес пол америка не состоящий вы не сообщили хороший трат например тоже прекрасный но у меня эта гитара она уникальная на самом деле русское производство сделано на фабрике шамрай очень рекомендую качество потрясающе она превосходит даже инструменты серийные делал и как здесь этот звучок а-ля гибсон сделан кстати ильи фокина тоже рекомендую просто в ушах а этот звучок сделан а-ля телек и получать что эта гитара практически в ноль звучит как гибсон и телек на разных звучках вот и можно просто переключая звукосниматель получить звук разной гитары и она рада приятней меня не гадись от более тонко все проработано поэтому неприятнее играть она как бы гитара более высокого класса типа кастом шопа кстати если интересно собственно это же мой проект и есть посмотрите в интернете сайт по этой гитаре называется blues минус точка ру вот смотрите про эту гитару целый сайт есть и там все подробно даже у 10 звуковые примеры есть вот и еще такая штука что чтобы поддерживать все гитары хорошим состоянием постоянно подстраивать гриф там струны постоянно менять и на 3-4 гитарах довольно таки трудно и лениво хочется же в творческом угаре скорее все писать вот и поэтому эта гитара сильно выручает что фактически это телек и лес пол в одной гитаре так ну что ж попробуем прописать забыл что во время игры надо ногу поставить на стулку на ножку стула чтобы было удобнее играть то есть и Так, и второй дубль, Владимир Чув. Замечательно. Единственное, что очень много низа получилось у этой гитары, надо бы нам его подрезать. Подрежем-ка мы его вот таким эквалайзером. Очень рекомендую, друзья, эквалайзер Tone Boosters версия 4. Замечательно звучит. Еще и в чем плюс этого эквалайзера, что у него есть Такой вот режим есть без латенсии, без задержки и режим высокого качества. Все вот это отключаем и можем использовать на трекинге так, чтобы можно было писать живую гитары через плагины или синтезаторы через плагины и не было задержки. А потом оставить можно, потому что если мы что-то накрутили этот тул, чтобы не пропал, то можно так до конца микса и оставить, отключив вот эти вот две галочки. Он, кстати, еще динамический. Так, дилэйчика не хватает небольшого. Сейчас посмотрим. О, пленочный дилэй. Синхронизируем с темпом. Делаем четверть. Никогда не ошибетесь. Дилэй четвертями. Можно даже не думать. А вот восьмую хочется все-таки. С точкой. Закачало. Чувствуете? Пошел кач. Ну что ж. Чтобы нам дальше еще наворотить. Изначально, я когда продумывал аранжировку этой песни. Ну, знаете, как у хорошего аранжировщика. Аранжировка, она на самом деле заранее в голове готова. Ей нужно только набить, так сказать, забить. Мне хотелось сделать что-то такое со струнным квартетом. Потому что вообще концептуально у Оли довольно-таки трагические в основном песни. А струнная группа, ну, например, струнный квартет, он подчеркивает трагизм, добавляет какой-то глубины духовности для музыки. Какая-то отсылка, так сказать, к традиции, к нашей культуре, к мировой культуре многовековой. И сразу поднимает уровень продакшена на новую ступень. И вот еще такая мысль. Сейчас попробую тогда сюда струнный квартет. Как будет? Я не знаю, как будет, не будет. Просто у меня в голове это было заранее. Отъехал на машине и так представлял, как он может быть. И еще такая штука. Здесь слово, да, вот, сердце, оно ключевое. Посмотрите. Сердце и скромственное, будто бы фреска на части. То есть разбитое сердце. И, наверное, можно это слово сердце подчеркнуть, и это придаст нам большего драматизма. То есть у нас вот шел куплет, 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 шел. И, наверное, надо сделать стоп-тайм такое сердце. Потом вот истержанная, и скромсанная и пошла машина дальше. Вот такие вот перепады динамики со стоп-таймами особенно, они как раз и вышибают эмоции. Я уже об этом говорил. Так. Ну и для этого нужно сохранить, попернуть наш этот ритм, чтобы он никуда не пропал на следующий припев, а с этим поколдуем. Что будет, если вот, например, просто у нас будет... удалим парочку ударов. Искромсана. И пошло, да? А в скрипках что-нибудь... Ага, вот здесь пошло уже. Искромсанная, истержанная и фреса. Вот. С истержанная. А стоп-тайм начнется будет у нас целый такт, что ли. Искромсанная, истержанная так. Наверное, крэш какой-нибудь, да? Ну и, естественно, машину мы останавливаем в басу, в гитаре. Вот тут нам пригодится запись не через комбики, потому что, вот, вы видите, уже какой-то такой знов, что придется здесь, в этом месте переписывать гитары и бас. Да, здесь вот бас надо легатный сделать вот эту ноту. Сейчас мы ее запишем. Лень эмуляции комбиков переключать. Пропишем на этом гитарном. А, тут ля. Ага, и первую ноту надо переписать. Так что я первую тоже переписываю. Отличная получилась у нас партия. Не, все-таки надо октаву где-то подстраивать. Одна и та же нота два раза подряд это не стильно. Тюнер показывает, что все идеально. Так, наверное, вот что мне еще хочется. Может быть, бочку двойную сделать первую. Да и вторую. Точно. Это же удары сердца. Тюн-дюн. Тюн-дюн. Ага. Раз удары сердца. Ну, это не спонтанно. Это я тоже, пока ехал на машине в студию, была идея удары сердца сделать. Банально, но вроде работает. Так, там суета какая-то от этой гитары в этом месте. Здорово. Причем вот эта идея со стуком сердца, тюн-дюн, тюн-дюн, она у меня возникла. Знаете, почему? Потому что я придумал сценарий для клипа, где как раз вот в этот момент должно все остановиться. Какой-то такой типа стоп тайм, я не знаю, как это у людей делается. И музыка немножко притихнуть, и как будто бы сердце, да, оно разорвалось в этот момент, и должна быть паузка. Вот видите, как продюсер мыслит? Клип повлиял на аранжировку. Такое бывает? Бывает. Так, ну, все это хорошо. Мы тут разглагольствовали, писали. Интересно, как это работает, ли это с сочетанием с куплетом. Кайф. Полный кайф. Это в этот момент у людей польются слезы. Ну, естественно, сейчас струнный квартет будет, который просто вышибет последние эмоции слушателям. Так, ну что, попробуем струнный квартет. Вот тут у меня в шаблоне для струнного квартета есть заготовочка. Сейчас аудиотреки пока вытащим оттуда, потом будем прописывать, когда аудиотреки, реальную скрипку будем прописывать, и мне понадобится. Пишу скрипки пока что просто самый халявный такой. Самым халявным звуком, встроенным в Cubase, потому что нам не важно, потому что мы потом пропишем живую. У нас в составе есть совершенно гениальный скрипач Игорь Виртуоз. Пишет вообще потрясающе. Он уникальный человек, он может прописать все сразу. И иолончель, контрабас, альт, первую скрипку, вторую скрипку. Ну, увидите скоро, когда дойдем до этого места, будем записывать. Музыка. Музыка. Так, ну сейчас рабочий момент, друзья, не обращайте внимания. Сейчас буду подчинять, придумывать. Вот я вам сделаю, чтобы лучше видно было, что не играет. Музыка. 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 Так, я, как и все нормальные музыканты, играю чуть-чуть вперед клика. Поэтому подвинем и сделаем квантайз. Музыка. Ага, здесь ми пропустилось. Музыка. Вот. И почему еще надо здесь кванта сделать нам полный? Потому что это же рыба для реального исполнения, и надо будет нам распечатать ноты. И чтобы ноты были простыми, надо сделать, во-первых, концы все подрезать и полный кванта сделать. А, и кванта из концов тоже надо сделать. Вот кванта из концов. А также перекрытие двух нот. Вот видите, вот здесь одна нотка налезла на другую. Тоже надо это все... Да. Девит Оверлапс. Послушаем, что получилось. Наверное, вот так вот надо. Вот здесь у нас получилась такая партия довольно мельтешащая. Я вот думаю, на вторую половину припева, наверное, более легатное надо сделать. Мне так подумалось. Сейчас поколдуем. Так, запись не была включена, но чем Куба из прекрасен... Вот я забыл включить запись. По идее, не должно было ничего пропасть. Там же есть... О! Есть! Вытащить из буфера то, что мы играем. Только что-то какие-то там левые ноты. Но это мы сейчас разберем. Тут какой-то мусор. Quantize. Удаляем перекрытие. Удаляем перекрытие. Удаляем перекрытие. Удаляем перекрытия. Чё, здорово! Что ж, то у нас часть-то недооткрыта и, кстати, переоткрыта. Что имелось в виду? Нормально. Так, склеим-ка мы их. Клеящим инструментиком, чтобы это была одна партия, один клип. Кстати, вот что я ещё вспомнил. У нас же эти скрипки должны идти на шину, куда все скрипки приходят. Виоленс так, а вот шина Виоленс, которая у нас уже идёт на микс. Сейчас это всё нормально. Это я дилей ревер повесил. Тоже пока у нас продакшн, всё это не важно, какой там дилей, какой ревер. Потом на сведении я вам покажу хорошие дилей и реверы. Так, ну что ж. Один голос есть. Попробуем прописать вторую скрипку, альт и виолончель. Как обычно, ага, порт 10 у нас теперь, да. Все инструменты, которые я пишу, я делаю погромче, чтобы слышать, чего я пишу. Поэтому на баланс сейчас не обращайте внимания. Потом сделаем как надо. Попробуем прописать вторую скрипку, альт и виолончель. Попробуем прописать вторую скрипку, альт и виолончель. Попробуем прописать вторую скрипку, альт и виолончель. Сейчас с этим моментом надо определиться, здесь у нас мелочить или не мелочить. Да, нормально, попробуем прописать. Так, начало хорошее. А это на шторе, да, у вас? Ага, что-нибудь такое. Субтитры сделал DimaTorzok Так, ну-ка интересно, будет это работать? ДимаTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Так, это я полез уже в струнные голоса, это мы отменим, посмотрим, что получилось у нас. Угу, угу. Субтитры создавал DimaTorzok Ну, как обычно, вторую часть припева не хватает у меня запаса, так сказать, моджа. Пишем отдельно. Хорошо. Хорошо. Так. Пишем отдельно. Что-то опять мне первая доза. Что-то там было-то. Лям. Что-то опять мне первая доза. Что-то опять мне первая доза. Что-то такое. Что-то опять мне первая доза. Что-то опять мне первая доза. вот что хорошо здесь в кубы если можно все партии посмотреть сразу да ничего так так что друзья не забывайте проверить тесситуру потому что исключено что мы тут попали скажем там скрипичную тесситуру на альту наоборот на те на самом деле не охота проверять если что на месте уже во время записи допустим там выпалить тесситур возьмем терцию вверх вниз любой другой интервал так осталось вилан шельф и 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 попробуем помельчить ПЕСНЯ ничего так можно лучше мельчить потому что у нас остановка в ритм секции и наверное здесь струнным заполнить это делать таким ансамблевой игрой заметный хорошо при слова ритм сердце пауза разорванная фреска так мы это заполним красивейшим струнным квартетом так вот эти два такта переписываем еще рано нам приходить на легатные такие половинки четверти и 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 Продолжение следует... 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 вот и куплете надо более легатные какой-то парсы делать большими длительностями вот еще кстати забыл сказать про маленький секрет хорошего стунового квартета что он должен быть не просто это там гармонии типа там вот просто грубая поста корга типа а это не должно быть контрапунктовое голосоведение то есть каждый голос должен представлять себя красивая отдельная мелодия то есть на свет там как у баха это было у него там до четырех одновременно мелодии может быть в этом зеркале видно да вам что идет верхняя мелодия средняя мелодия в басу отдельная мелодия и конечно баха надо учить и знать это наш отец это наше все это просто бог вот поэтому учимся у баха и применяем два процента от того чтобы мог мог он в нашей работе вот еще верхний голос сейчас подумает вторая половина начать можно будет из тоники потому что это уже как бы половина кафедра прошла это развитие и можно начинать среднюю ступенью например а и 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 а и как обычно все стандартные операции делаю. Немножко двигаю назад. Дальше кванта из начала, кванта из хвостов, ликвидация полифонического перекрытия. Так, вот это вот. Что? Сейчас разберемся, дойдем до этого. Так. Слышу запишите. Так зачем же мы на прос... Так зачем же мы на прос... Так, замечательно. Попробуем написать вторую скрипку. Помним про контрафунктовое голосоведение. Ничего так. Нормально. Кванта из ликвидации хвостов. А вот у нас вылетели из гармонии. И умный кубейс подсказывает. Ну, тут мы и сами слышали. Кванта из ликвидации. Кванта из ликвидации. 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 Учеля. Ликвидации. 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 Тоники у нас не было, да? Ликвидации. 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 Что-то у нас Ре минор, ми септи. Субтитры создавал DimaTorzok Ну ничего так, диаланчели. Субтитры создавал DimaTorzok Так, конец мне понравился. Первая часть совсем не понравилась. Дима Торзок 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 Что-то тут у нас бьется с мелодией к вокалу. Сейчас проверим. Так, у нас там какие-то дубли висят, которые портят нам картину. Сейчас их уберем, чтоб легче было выделять все четыре голоса сразу. Дима Торзок Дима Торзок Дима Торзок Дима Торзок Дима Торзок Не плохо. То, что вижу, не увидят люди 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 То, что вижу, не увидят люди То, что слышу, запишу в тетрадь Да, в принципе, нормально, и так, и так То, что вижу, не увидят люди То, что слышу, запишу в тетрадь Надо брать акцент, может, здесь То, что вижу, не увидят люди То, что слышу, запишу в тетрадь Так зачем же мы напрасно будем Разные полотна садятся Сердце Так, наверное, в конце уже Не нужно весь голосоведения на последнем аккорде Чтобы был плавный подход к первому удару припева Так, а что-то тут лажа какая-то Что там у нас? Мажорный корт аккорд Так Да, демон А до там не может быть ничего Кстати, вот пока рано нам Вот эту вот гитарку Такую фанковскую Помните, может быть? Вот эту вот Пока мы ее тут замьютим Так Дальше Еще у меня такая мысль была Сделать тоже в начале в барабанах Стук сердца Биение Тундул 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 Светящееся небо Брэн Тундул Светящееся небо Так, а если и малый барабан набрать, только однобиение и сердце оставить. Так, а если и малый барабан набрать, то, что вижу, не убедат люди, то, что стоит. Это у нас сплинг, а также клинг. Так, а если и малый барабан набрать, то, что вижу, не убедат люди, то, что вижу, не убедат люди, то, что слышу, запишу в тетрадь. Так, а если и малый барабан набрать, то, что вижу, не убедат люди, то, что слышу, запишу в тетрадь. Так, а если эту же бочку распространить в основной бит? То, что будет интересно. Да. 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 Думаем, нужны ли нам скрипки в стульный квартет в куплете и в припеве. Так, попробуем половину куплета без скрипок. Да. 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 Здорово. Анатолий Павловской Невозможно Ты так на луну похож Если ты когда-нибудь поймешь Мою дрожь, дрожь, дрожь Сердце нескромшенное Не стяжное Так, тоже здорово. Сейчас буду думать. Так, ну вот смотрите, что получается Что струнный квартет в куплете Размазывает перепад динамики с припевом И получается меньше, менее эмоциональный припев Вот смотрите Покажу вам Вот если у нас звучит струнный и в куплете, и в припеве Нет перепада динамики А вот если у нас молчат струнные в куплете, то такой слезовышибательный перепад динамики получается Разные полотна садятся Сердце нескромшенное Вот, поэтому оставляем так А во втором куплете мне уже нравится, как звучит Дальше еще такая мысль у меня возникла, что скучновато у нас Припев фактически он как бы из двух одинаковых припевов состоит Поэтому у меня такая мысля, что во второй части припева включить все-таки прямую бочку уже Не зря вот я ее сохранил Вот она А в первой части все-таки не write, хоть во вторую долю запускать А head Помните, мы сделали Вот он болтается Сейчас я его просто разнюючу Хорошо, что не удалил Немножко фотоконтроллер подрезокировал Так И во втором куплете уже пошел у нас Наш струнный куплетный ансамбль Это все хорошо Сейчас сюда, наверное, бас надо будет прописать Вот что я еще вспомнил Что в начале хорошо бы такие FX-ы взрывные прописать По-моему, у меня не Где-то сохранялись шаблоны Вот они Вот они С какого-то прошлого проекта Просто остался этот тембр Там он еле-еле был слышен А в этой песне он будет очень уместен Прямо будет то, что надо Так Светащиеся небо Дальше, наверное, не особо это нужно Так С этого момента нам нужно бас Чтобы он ушел И сейчас тогда заодно бас пропишем репех Значит, эмуляцию гитары выключаем Бас выключаем Так вот фону нету Так вот фону нету Ну и так и целыми нотами Сейчас попробую Может еще вариантик какой-нибудь Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Раз уж бас воткнул Надо его же записать И в куплет, который уже у нас Так, попробую варианты Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Так, думаем дальше что делать Не нравится мне, что здесь две гитары Звучит, надо какую-то одну вставлять Из них А вторую Все равно я планирую Там модные синты Еще вставлять Какие-нибудь плаки Вот она, она специката На самом деле плаки То, чем я раньше говорил Сейчас заменим Субтитры сделал DimaTorzok Сейчас буду думать Перепишем сейчас Клиновую гитару К сожалению Вот такая трудная работа Это Вроде записал уже Но надо переписывать Куда же делаем гитару Появляются новые партии Которые Не подходят Сейчас покрутим Поищем А, у нас басовый комбик Вот чё, почему он так громко Надо эмуляцию гитарного Включить Это я сейчас делал себе Удобно для прослушивания баланса Потому что Если плохой баланс при записи То и запишешь Не очень хорошо Не комфортно будет Разные полотна Содица Сердце Нескрасимые 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 Части Порезанные Нескрасимые 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 Так, и во второй припев тоже надо будет приписать, потому что, ну, чтобы было круто, что по-разному немножко сыграно, потому что такая гитара тут всякие чесла, это вот, это все заметно, там разные такие, так сказать, штучечки, фишечки, и будет видно, что они разные в разных припевах, и это круто, так, надо только вернуть скрипки туда же, капернуть барабасово. Так, вот хороший был. Нам нужно таких вот штуки четыре, поэтому сейчас я еще запишу парочку. Для куплет будет равно четыре повторяться на все песни. Так, сидя. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Отлично. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Смотрим, что у нас получается. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Так, а не нравится мне комбик, который здесь звучит. Сейчас мы, наверное, маршалообразный какой-нибудь посмотрим. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Так, вот здесь мне захотелось В первую долю хэд включать Чтобы еще поднять мощность Сейчас еще посмотрим, может быть и бас пересмотреть Потому что скрипки все изменили Совершенно настроение поменялось Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Да, пожалуй Так, тогда нам надо будет тоже четыре баса прописать Чтобы они четыре разных были В разных припевах Ну, терпите Кстати, вот еще в басу, что важно Очень клевое движение грув Придают к басу так называемые мертвые ноты Смотрите, не проигрывается Смотрите Она не проигрывается Было бы вот так вот, если бы проигрывать А мьют И от этого такое Получается очень качевый грувого И еще один остался Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Знаете, что мне это стало напоминать Бунием Диско-грув И Крипты И фанковый бас Ну что ж Чтим традиции Да, друзья Простите меня за то, что я Плянкую, блюнкую Слюни слышны Уж больно хороший микрофон Это микрофон Союз Смотрите Союз Мишенский микрофон Совершенно потрясающий Кручие запады Все Все нюансы ловят Все слышат И все Слюния Плямка не вам лезет Ну Что же делать Я же с вас денег не прошу Для просмотра этого ролика Так что уж Терпите Так Смотрим Думаем Что дальше делать Наверное Плаки какие-то Потому что Вот эти вот Гитарки На самом деле Зачем нам тут еще одни гитарки У нас и так много всего Сейчас же как уже Если в записи звучат гитары То Молодежь это слушать не будет Вот сразу Вот стой Должны быть модные синты Вот И тут мы переходим К очень интересной теме Как сделать модный Современный продакшн В поп-роке Очень просто Синтез с EDM Нужно взять из EDM Модные звуки Модные фишечки Приемы И оставлять эту игру Живым ансамблем Причем живым ансамблем С учетом того Как может быть бы Это слушалось в EDM То есть если EDM-овский аранжировщик Переложил бы это все На живые барабаны Живой бас Живую гитару Но он правда не может Они же не умеют EDM-щики EDM это Electronic Dance Music Электронная танцевальная музыка Еще говорят Eurodance А мы Рокеры Мы умеем Мы все умеем Мы умеем и EDM Что там Уметь Собственно Нажал и играешь Арпеджиатор включил Одну клавишу нажал Вот тебе И модная Электронная музыка Хотя арпеджиаторы Тоже уже не в моде Арпеджиаторы лет 20 назад Были в моде Сейчас уже надо Вручную делать То есть Как-то интересненько Самому Так Ну что Посмотрим Что у нас там было Какой-нибудь Плаг Возьмем Попробуем Сейчас на его фоне С его помощью Редактор субтитров А.Семкин Зашибительский звук Смотрите Какая штука С модными сентами Я специально Не покупаю Всякие Модные плагины Которые у всех Есть Селент Амнисфера Что там еще Специально Использую только то Что не популярно И что-то Что-нибудь такое Вот например Смотрите Это Иеровский Гайбрид Ну гибрид Можно сказать по-русски Он практически Не популярен Не используется Считается отстойным Но для лейеринга Что такое лейеринг Это когда мы берем Два-три звука Одновременно И вопрос Такие звуки Совершенно замечательные Они кажутся не жирными Кажется что они Так себе херовенькие Но когда мы их Используем совместно С чем-то Вполне все применимо И мы получаем Звуки Которые Которые Не встречаются У других Продюсеров Таким образом Оригинальней Чем Вот И еще один Совершенно меня Убивший Потрясший Плагинчик Очень дешевый Синтезатор Тоже Баллопопулярный КВР Аудио Вот Синтмастер Называется Вообще Модный Жирный Вполне Достойный Быть В ряду Всяких Этих Амнисфер И Венженсов Так Ну послушаем Что Ну Сейчас Друзья Я завис Не знаю Хотите проматывайте Или может быть Я для вас Специально вырежу Этот момент Сейчас буду искать Перебирать звуки И пытаться найти Что-нибудь Интересненькое Ну допустим Там Из Плаков Интересненький Только Нам Совершенно Не нужен Арпеджиатор В этом звуке Так Смотрим дальше Поскольку у нас проект Это называется Космос Чтобы это все Максимально Космическое Было Такое Продолжение следует... Субтитры сделал DimaTorzok 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 DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 вот это что такое почему почему иногда у нас ноты зависают так вот тут вот она такая живая в общем то я думаю может быть даже квантайс оставить живой давайте оставим живой то есть то есть я не будучи сквантизировать саму партию я включу midi плагин вот тоже кубеси замечательная штука можно повесить просто плагин квантайза допустим тридцать вторыми не пускай шестнадцатыми сейчас послушаем и притяжение стил работать процентов 60 чтобы осталось 60 процентов от моей живой игры что я сыграл довольно криво потому что я больше озабочен был не исполнением а сочинением партии вот посмотрим что это нам даст так здесь вот ложечка у нас живая игра и и и и и и Так, вот здесь какая-то ерунда у нас. А, ну, квантайс притягивает вот эту вот нотку к соседней 16-й. И здесь то же самое происходит, к соседней 16-й притягивает. Так, и теперь не забываем, что у нас трехслойный звук, настоящий из трех тембров, поэтому надо его размножить. Вот жалко, что в Кубесе нет мультиинструментов, когда в одном треке звучит сразу три инструмента. В Studio One есть такая штука, но зато в Кубесе другие штучки поинтереснее. Так, и сделаем погромче вокал и послушаем, не мешает ли все это вокалу. Смерть Смерть Так, поскольку много всего, пианино, вот эта вот рыбная, надо в правый, в левый канал отправлять. Причем, сузив его панораму, вот есть два варианта панорамы, когда мы просто ослабляем один из каналов, это вот обычный движок панорамы в Кубесе. А второй вариант, когда мы каждый из каналов панорамируем по-своему и вообще-то это более применимо, я практически только таким пользуюсь. Так, что-то мне здесь пианино не очень нравится и партия простенькая, здесь надо что-то более фанковое. Какой-нибудь Родос, наверное, нам надо. Сейчас, по идее, должен быть Родос. Так. Фактически, функция этого Родоса будет уравновесить электрогитару по панораме. Потому что у нас электрогитара в одном ухе играет, потому что такая партия фанковая, она не может быть даблом в двух ушах, это будет размазня и каша. А вот в одном ухе она нормальная. Но, получается, у нас второе ухо пустое и перекос панорамы, получается, в фанере. Поэтому надо уравновесить ее каким-нибудь Родосом. Так, возьмем мы его из совершенно замечательного синтезатора. Analog Lab Arturia. Совершенно убийственные звуки. Вот они. Что-то у нас там ривера немноговато. Почему-то. Единственное, что, конечно, это все устаревшие звуки, но если у нас где-то в франжировке, то мы применим. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Сейчас, кстати, мы тоже квантажер тут включим. Да, он уже тут включен у нас. Да, он уже тут включен. Да, он уже тут включен. Что-то начало какое-то странное. И уже у нас, я смотрю, компьютер затыкается. Все началось за этой авторией. Так. Так. Тут опять этот глюк странный. Дружь, дружь, дружь. 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 Дружь. Дружь, дружь. 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 можно копировать, потому что с ней ничего такого особенного, только относительно сетки. Ее не расслышать в общей каше, поэтому не принципиально, если она будет скопирована, она вспомогательная. Тоже ее отправляем в левый канал, как и пиамино. Кстати, интересно, как это будет слушаться без скрипок. Не, нужны скрипки. Скрипки продают космичность и масштабность этому припеву. Нужны. Так, ну замечательно. Нам осталось еще вот эти вот родосы делать индивидуальные, не родосы, а плаки. Делать индивидуальные в каждый припев. Делать индивидуальные в каждый день. Так. 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 Вот я схватился, знаете, что? На парке в стиле «Брат Шансон 90». Надо аккуратнее. Что-нибудь такое. Чтобы это было ближе к ЕДМ и современной музыке. Так. Перейдем. Так. Так. такси переписываем нет первая часть была хорошая вот вторую часть переписываем третью авторский проигрыш, честно говоря, вот так себе удаляем вообще вот они вот вырежем эти такты обязательно будет такой брейкдаун, где выключаются барабаны сейчас мы до этого дойдем чтобы колбаса у нас не все время такая тащилась было какое-то развитие какой-то надо будет проигрыш интересно сделать и брейкдаун так вот что-то мне там подламывает вот что я понял этот стаб у нас громковато может вообще его исключить, что-то он вносит такое от шансона 90-х исключим, как мы его, пожалуй, вообще я сейчас пока просто на халяву сделаю такой а-ля брейкдаун а-ля брейкдаун потом продумываю получше после недвижения по-тиллерам еще 20 лет и вес и и и Субтитры делал DimaTorzok 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 Добавил 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 DimaTorzok Возможно, что этот эффект тоже здесь зайдет. Да, что изобретать? Да, он у нас уж замечательный. А может, и нам нужно. Так, замечательно. Теперь надо нам какой-нибудь очень аккуратненький пэт. Замечательно. То, что надо. Так, еще попробую вокодер на вокал вместо бэков. Здесь куба и сидит очень просто, потому что есть вариаудио, которая позволяет основной вокал взять и вторую партию основного вокала просто другим. Поскольку мы делаем модный продакшн, то, может быть, это будет интереснее, чем настоящие живые бэки. Спасибо. 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 Слушайте, мне нравится и то и это. Оставляем и то и это. И синтетические вокодерные бэки. И реальные бэки. Так, еще нам нужно пэт какой-нибудь модный на развитие добавить в первом кубе. Это все наш любимый синт-мастер. Нехорошо, конечно, пихать один и тот же инструмент на много треков, но что поделаешь. Нравится. Нравится. Так. Это будет у нас еще один пэт. Сейчас поищем какой-нибудь. Здесь нужен какой-нибудь просто такой модный призвук. Какой-нибудь шелестящий там такой. С конца списка начнем. Во! Похоже на то, что мне надо. Ну-ка, послушаем, что получится. Ну, естественно, с половиной первого кубета нам только надо. Субтитры сделал DimaTorzok Дальше. Наверное, надо трансформировать. Так, тут у нас много всего. Проще, наверное, трансфозер. Как модифайер. Видеенсерт. Включить. Трансформировать. И 12. Вот оно. Там. То, что вижу не увидят люди. Так, может еще? Может на 24? Да. Велосище ещё у нас неправильное. поищем Здорово! Зачем же мы напрасно будем? Разные полотна созерцать Так, прочно на одни движения напишем, а потом удалить Не вовсе То, что вижу не увидят люди То, что слышу запишу в тетрадь Так зачем же мы напрасно будем? Разные полотна созерцать Сердце то, что вижу не увидят люди Неплохо, запомним Тембры поищем еще Звучит музыка То, что вижу не увидят люди То, что слышу запишу в тетрадь То, что вижу не увидят люди То, что вижу не увидят люди То, что вижу не увидят люди То, что слышу запишу в тетрадь Так зачем же мы напрасно будем? Фанально Вовсе Звучит музыка То, что вижу не увидят люди То, что слышу запишу в тетрадь Так зачем Фанально Ищем дальше То, что вижу не увидят люди То, что слышу запишу в тетрадь Так зачем же мы напрасно Во! Нормальненько То, что вижу не увидят люди То, что слышу запишу в тетрадь То, что слышу запишу в тетрадь Так зачем же мы напрасно будем Разные полотна садятся Разные полотна садятся Сердце Нескрученное Нескрученное Вот еще какая мысль у меня появилась Слишком мы ушли в поп-аранжировку Надо немножко давать гитары Все-таки у нас же поп-рок У нас же живая группа Так Из всего там у нас Один какой-то клин болтает Так Так Как раз На второй половине первого куплета Какой-нибудь контрапункт гитарный Сейчас покручу Пока не обращайте внимания Это я просто придумываю И увидев призрачный пейзаж То, что вижу не увидят люди То, что слышу запишу в тетрадь То, что слышу запишу в тетрадь Так зачем же мы напрасно будем Разные полотна созерцать Все, что вижу не увидят люди То, что слышу запишу в тетрадь Так зачем же мы напрасно будем Разные полотна созерцать Все, что вижу Ну, может быть так Так Сейчас подумаю Нужно ли такую же штуку Во втором куплете Холодная Не холодная Холодная мне не нужна Ты так малую похож Если ты когда-нибудь поймешь Мою дрожь Трожь Трожь Все в ней не возможно Ты так на любую похож красиво блин сейчас подумаю как уйти от любых может быть не получится когда и и и и Если ты когда-нибудь поймёшь Мою трожь, трожь, трожь Холодно и холодно я Холодно и не можно Ты так на лбу похож Если ты когда-нибудь поймёшь Мою трожь, трожь, трожь Холодно и не можно Смотрите, тоже интересная штука Как бы обычный гитарист взял вот такой вот интервал Он бы взял вот так вот А если мы берём терцию минорного аккорда Он уже звучит совсем по-другому Холодно и холодно я Холодно и не можно Ты так на лбу похож Холодно и холодно я Холодно и не можно Ты так на лбу похож Если ты когда-нибудь поймёшь Мою трожь, трожь, трожь Холодно и холодно Вообще Так, это мы можем даже попробовать сделать Как стереогитарки Так, это мы можем даже попробовать сделать Как стереогитарки Холодно и холодно я Холодно и не можно Ты так на лбу похож Если ты когда-нибудь поймёшь Мою трожь, трожь, трожь Холодно и не можно Ты так на лбу похож Если ты когда-нибудь поймёшь Мою трожь, трожь, трожь Холодно и не можно Придаёт дополнительный груб Придает дополнительный груд Очень приятно Когда-нибудь поймёшь, пою дрожь, 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 всё. Так, дрожь, дрожь. Интересное слово такое, выдающееся дрожь. Непонятное, мало кто его знает и редко произносит. Поэтому надо это слово выделить. И на этом слове мы что-нибудь давайте грохнем. Это там бас или барабаны. Ага, постепенно гитару пиццикатную отключим. Так, вот петлю сейчас подумаем, надо ли выключать в этом месте. Не, не надо. Так, и ещё осталось определить, нужен ли контрапункт во втором. С куплетом. Искатимся на группе «Ро» с большим количеством перегруженных гитар. «Ро» с большим количеством перегруженных гитар. Искатимся на группе «Ро» с большим количеством перегруженных гитар. «Ро» с большим количеством перегруженные гитар. Искатимся на группе «Ро» с большим количеством перегруженных гитар. От силы одну. Все, компьютер уже начинает зашиваться. Он же параллельно пишет этот мастер-класс на винт. Поэтому половину мощности процессора скидает эта программа захвата экрана и аудио. Так что не знаю, как мы с вами продержимся. Но в принципе мы близки уже к финалу. Уже сейчас такие последние штрихи. Компьютер уже даже не все треки проигрывает. Так, что еще можно было бы... Ну, хочется мне соло на гитаре сделать. Где-нибудь вот здесь вот, наверное, после припева. После первого. Так, вставляем пустоту, тишину. Наверное, на основе куплета. Продолжение следует... Так, брейкдаун, наверное, у нас, может быть, совсем. Пить барабанов сейчас послушаем. И без скрипок. Сердце искрученное, истязанное, будто бы фреска на части, порезанное. Нравится мне бас, вставляем бас. Перецы искрученное, истязанное, будто бы фреска на части, порезанное. Перецы искрученное, истязанное, будто бы фреска на части, порезанное. Мазками резкими нарисованное, и порезанное. Если бас вырезать со второй части. Перецы искрученное, истязанное, будто бы фреска на части, порезанное. Перецы искрученное, истязанное, будто бы фреска на части, порезанное. Отлично. Так, вот еще, что у меня какая идея. Но я это сделал в другой песне. Но можно это как фишку для оленых песен использовать. Такое сольное, космическое, летающее пианино. Такое замечательное плагинчик у нас, для пианино. Недорогой. И очень замечательно, замечающий. Так. То, что вижу, не увидят люди. То, что слышу, запишу в тетрадь. Так зачем же мы напрасно будем Разные полотна созерцать? О, хорошо, как придумал там. Ну-ка, у Бэйс спас всю нашу ситуацию. Он писал. Все это. Только опять, наверное, пич-бэнд прописал откуда-то. То, что вижу, не увидят люди. То, что слышу, запишу в тетрадь. Так зачем же мы напрасно будем Разные полотна созерцать? Компы сейчас зависают, потому что вот он, видите, у него... Копирует вот эти вот все видеофайлы, которые я снимаю на камеру в 4К. Так. То, что слышу, запишу в тетрадь. Так зачем же мы напрасно будем Разные полотна созерцать? Как обычно, хочется сделать небольшой квантайз. Они деструктивные. Так, видимо, дефайр нам не надо. Вот квантайзер. Включим. На 60%. Так, вот здесь вот тоже. Сейчас что-нибудь придумаем. Холодно и не можно Ты так на луну похож Если ты когда-нибудь поймешь Мою дрожь, дрожь, дрожь Холодно и не можно Ты так на луну похож Если ты когда-нибудь поймешь Мою дрожь, дрожь, дрожь Холодно и не можно Ты так на луну похож Если ты когда-нибудь поймешь Мою дрожь, дрожь, дрожь Так, ключи наиграл, сейчас поудаляем Если ты когда-нибудь поймешь Мою дрожь, дрожь, дрожь Мне нравится, еще раз Холодно и не можно Ты так на луну Холодно и не можно Ты так на луну похож Если ты когда-нибудь поймешь Мою дрожь, 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 дрожь Мою дрожь, дрожь, дрожь Холодно и не не можно Ты так на луну похож Если ты когда-нибудь поймешь Мою дрожь, дрожь, дрожь Если ты когда-нибудь поймешь Мою дрожь, дрожь, дрожь Так, ну раз уж мы такое пианино заявили Его надо на последнем припеве повторить, наверное И в брейкдауне А может быть только в брейкдауне Сердце 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 Я сейчас запишу дальше А понадобится или не понадобится решение Сердце Я сейчас запишу дальше Сердце Сердце ПередCI Я сейчас запишу дальше Ну что, друзья, мы продолжаем. И тут такая у нас нештатная ситуация. Приезжал Игорь к нам в студию писать коммерческий продакшн. Скрипки для другой песни на заказ коммерческий. И мы решили, не дожидаясь окончания аранжировки для Оли, песни сердца, записать и для Оли скрипки. Партия-то, в принципе, готова уже. Все расписано. Вы видели, как я их там делал. Вот, ноты напечатал. Вот я вам показывал, что из кубейса можно прям сразу ноты напечатать. Вот. И чем еще уникален наш Игорь. Это Игорь Легисонец. Один из лучших сессионщиков-скрипачей Москвы. Что он изображает из себя весь оркестр. Что он не только на скрипке играет, но еще на альту, на альте, как правильно. На альте. На альте, да. Вот смотрите, еще велончель лежит. Две скрипки будут, будем описывать два голоса. Давайте велончель. То есть целый стонный квартет настоящий. Ну что, попробуем? Поехали. Давай. Давай. Поехали. Несторженная, неполезная, шмарки, полезанная, мазка и рязки, тарелесовая, непонятная, 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 не нужно обойти до кладу и кладу, если когда-нибудь поймёт. Записали целиком в результате? Ага. Да? Норм? Все, супер. Распечатали вторую скрипку. В правильном рик... точно в правильном? Там были какие-то ноты... А здесь какая-то... А, нет, нормальная. Да? Получается так. Проверьте. Нормально? Да, поехали. Первую. Смотри, вот так играть или соединять короткие, как думаешь, как лучше? Или... Соединять, да? Угу, окей. Да, поехали. Смотри, вот так играть или соединять. Смотри, вот так играть или соединять. Что? 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 Камеру надо сейчас приподнять. Давай. Кстати, друзья, мы пишем по два рабочих дубля на всякий случай. Вдруг захочется сделать там два стольных квартета. Почему нет? В одно ухо один, а в другое другой. Угу. 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 так одна нотка чуть уплыла так что надо переписать остановлю сразу ладно давай дома тоже 1 с подъездом было а м а Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Готов, да? Да Музыка Субтитры подогнал «Симон» 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 подобного. Я сознательно это делаю, чтобы добиться модного, близкого, современного звука, чтобы эти скрипты были читаемы на уровне барабанных тарелок, например. Вот. И поэтому я предпочитаю записывать их по одной, с близкого микрофона. Практически без акустики, а потом мы их отодвинем на задний план с помощью длинного ревера. И еще такая штука. Музыканты академические. Вот Игорь Михайлович, он прекрасный музыкант, по меркам академическим. Он был бы подарком для любого оркестра. Он, собственно, в оркестре и играет. Он очень точно интонирует на фоне других скрипачей. Потому что скрипачей оркестровых, которых можно пускать в студию, их по пальцам пересчитать. За всю свою карьеру двоих, как у Игоря и вот еще одна девушка из оркестра Жилинского с фонографом. И все равно, все равно интонирование немножко страдает у любого скрипача, у любого виолончелиста. С этим сталкиваются все студийщики. И вот есть такой выход, писать их по одному и тянет немножко. Сейчас я вам покажу это дело. То есть, в принципе, в общей пачке оркестра или там даже квартета в акустике на концерте это незаметно. Они друг за друга прячутся. Немножко там плюс-минус 5-10 центов. Это иногда и 15, иногда и 20. Никто не замечает особо. Но в студии, где все на виду, все хирургически, особенно в такой музыке модной, где каждый инструмент практически у вас там в голове, нужно очень четкое и точное интонирование. Вот. В этом нам поможет Cubase, его замечательный алгоритм VariAudio. Это уникальная штука. Собственно, в основном из-за этого Cubase и работы, из-за VariAudio, из-за быстроты тюнинга, из-за того, что очень мощная эргономика, очень хорошая работа с дублями. То есть, можно оперативно потюнить не то, что дубля, а кусочек каждого дубля. Попробовать, понять, переписывать, не переписывать. Буквально на лету. В других программах это все занимает 2 часа. Тюнинг. Струнные пачки. Вот смотрите, какая красота. Вот давайте послушаем без тюна, как оно звучит. Скажем, первая критка. В принципе, приемлемо. Для концерта это выше крыши. Мало кто так играет. Но для моей задачи, модной эстрадной песни, этого мало. Смотрите, какой лайфхак, как это все тюнется в Cubase прекрасно, эргономично. Так, вот он определяет высоту. Вот он построил все это дело. Мы всего лишь... Сейчас вот вы можете засечь время, сколько мы на это потратим. И сколько мы бы потратили, делая это в Melodyne, например. Или там еще того, как уже в автотюне. Вот просто вот я вот сейчас вижу какие-то нотки. Просто алгоритм определил не в ту нотку ее определил. Ну вот, прошло уже там 10 секунд нашего тюна. Ну вот сейчас, может быть, уже там 20 секунд прошло. Все. Партия потюнена. Мы имеем прекрасную оттюненную скрипку. Так, сейчас что-то я тут еще нашел. Парочку неопределившихся агритмов нет. Вот. А в автотюне у меня бы на это ушло реально два часа. Такую пачку из четырех треков потюнуть. Послушаем, что получилось. Партия. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Как будто там где-то далеко еще парочка музыкантов сидит Вот и смотрите какая прелесть теперь получилась у нас в целом Потрясающе! Вот дальше ничтоже сумняшися просто все это копируем Это у нас что? Припев и куплет Еще один припев и куплет Скрипки можно копировать, никто никогда не поймет, они были сыграно отдельно или не отдельно Здесь это уже совершенно не принципиально Так, дальше у нас припев повторяется А здесь что? А, вторая еще скрипела Я сейчас копирую квадратиками на этапе аранжировки, чтобы не тратить время на все эти скрипки Потом перед сведением на монтаже я вам покажу, надо будет аккуратненько все эти скрики пройтись Так, вот у нас получились такие прекрасные скрипки Дальше, что еще надо сделать Следующий большой этап гитары, но перед этим я хотел чуть-чуть доделать развитие барабанов Вот смотрите, у нас вот здесь вот будет соло гитарное Я так планирую Вот, и здесь надо немножечко изменить ритм барабанов Я думаю, надо сделать просто хэт, первую долю Восьмушками Вот То есть мы получаем из-под динамики после припева И в то же время не совсем такой разреженный брейкдаун для соло Музыка Вот И еще Чтобы обеспечить зрительность, у нас этот припев повторяется практически два раза На самом деле четыре, потому что он из двух одинаковых частей Поэтому нужно развитие в барабанах некоторое делать Вот, например, после брейкдауна я сделаю что? Помните, мы хэт сохраняли во вторую долю? Я его размьючу Вот Дальше Следующее повторение припева Сделаем с таким же хэтом С размьюченным И плюс Оставим нашу прекрасную Раприкатный райд Вторую слабую долю То есть нам видите, что это дает переход, поднятие динамики И самое последнее повторение припева Делаем Еще более мощный Еще более мощный надо поднимать Я добавлю крэш То есть Чтобы полный уже расколбас был Если это финал Может быть поменьше Да, вот такой Вот Мы получили таким образом Барабаны с развитием Это тоже очень важно Потом послушайте Когда Это будет очевидно Что это уменьшает монотонность И Слушать такое Интереснее и приятнее Дальше Еще вот такое Ражировочное решение У нас очень много повторяется припев И Я вот тут Тупо Вырезал просто Некоторые фразы И получился у нас Некоторые отдельные слова Из припева На последний повтор Потому что уже У нас припев уже повторялся Шесть раз На самом деле Один и тот же текст И под конец песни Для какого-то финального развития Подъема там Духа всего Развития динамики И всей трагедии Текста Оставляя некоторые слова Это нам предостаточно Некоторые выразительности И развития Тупая И порванная И порванная И сконченная И Вестерная Вот И еще Это что Еще какое соображение Почему так Вот смотрите Это дело начинается У нас где-то Три тридцать На самом деле Это предел Три сорок Предел радииного формата То есть на радио Реально песню Будут в этом месте Обрезать Мы фактически Получили И радиоверсию И альбомную версию В одном файле Совершенно безболезненно Просто Не надо делать Отдельную версию Отдельно мастер Для этой версии Гораздо меньше Всех напрягов Вот А фанатам Будет На альбоме Безусловно Приятно послушать Продолжающийся Гру Продолжающиеся Настроения С вот этими Отдельными словами Которые Врезаются В душу В мозг Трогают Сердце Истерзанное Сердце Разорваны Отдельные слова Выхваченные Из контекста Они даже Эмоционально Поднимают Еще больше Накал К концу песни А для радио Не принципиально Вот Что еще Еще Сейчас Перейдем к гитарам Но еще Я когда слушал Когда вы ходили Я послушал Без вас И заметил Что мне не нравится В самом начале Слишком много Суеты У нас Вначале Должно быть Совершенно Полный Минимализм И разреженная Эранжировка Чтобы смысл Текста И Олину Вот эту Манеру Передать Слушателю Чтобы уже Пленить его Сердце Произведением Искусства И чтобы Ничто Этому не мешало А потом Уже Мы можем Этих Красивостей Разнообразности Наваливать Накручивать И смотрите Что у нас Получается Началось Очень много Суеты Вот этот Пэд Какой-то У нас Там Модный Подзвякивает И В контрапункте Гитары Слишком Много Нот Они Начинают Конкурировать С словами И затмевать Смысл Текста Поэтому Надо Сейчас Подобрать Звук Для этого Пэда Попроще Без Гейтов И арпеджиаторов Какой-нибудь Простой Сейчас Я это Попробую Сделать О Послушаем То, что вижу Не увидят Люди То, что слышу Запишу В текан Так зачем Мы Напрасно Будем Разные Полотна Созят Сзади Сзади Супер Еще Такое Общее Место В Электронной Танцевальной Музыке Что Тембр Не должен Быть Статичным Как Мы Нажали Орган Нажали Он Не меняется Во времени Должен Постоянно Что с ним Происходить Какой-то Морфинг Это В принципе Отображение Реальной Ситуации Живыми Инструментами Когда мы Нажали Аккорд на Гитаре Он Тоже Не Статичен Меняет По времени То есть Атака Запухание Тембр Меняется И Это Придаёт Ощущение Тоже Больше Драгозиза Что Ранжировки Больше Большего Профессионализма Но Сейчас В основном Сейчас Это Делать Как С Фильтром Просто Фильтром Лоу Кат Делать Практически Во всех Тестах Во всех Ранжировках Которые На Радио Приём Применен И Не хочется Пряму Все Все Делаю Поэтому Я Делаю Без Этого Фильтра Стараюсь Минимально Использовать Чтобы Хоть Чем-то Мой Почерк Аранжировочный Отличался От Почерка Других Хороших Аранжировщиков Вот И То же Самое Делаем С Гитаркой С Контрапунктовой Сейчас Мы её Просто Проредим Она Замечательная Очень Удачная Получилась Но Сконкурирует За словами То Что Вижу Не Увидят Люди То Что Слышу Запишу В Тетрад Так Зачем Ж Мы Напрасно Будем Разные Полотна Созятся Вот Во Во Время Слов То Что Она Играла Нам Не Нужно Совершенно То Что Вижу Не Увидят Люди То Что Слышу Запишу Даже На Эту Слышу То Что Вижу Не Увидят Люди То Что Слышу Запишу В Тетрад Так Зачем Ж Мы Напрасно Будем Разные Полотна Созятся То Что Вижу Не Увидят Люди То Что Слышу Запишу В Тетрад Наверное Многовато Я вырезал Надо Что Нибудь Все Оставить То Что Вижу Не Увидят Люди То Что Слышу Запишу В Тетрад Так Зачем Ж Мы Напрасно Будем Разные Так Хвоста У нас Нету Сейчас Я поищу В дублях Может быть Денивич Хвост Остался Тягучий Тетрад Так Послушаем, что из этого получается. Так, послушаем все вместе. Не, многовато всего. Так, а если сделать винтушами и вот так вот сделать? Вот лень человеческая. Нет бы взять гитарку и собирать одну нутку. И это же полез дубли монтировать. Мне плохо придется гитарку видеть. Больше времени не потратил, чем если бы сразу. Вот, кстати, опять мы сталкиваемся с тем, что через несколько дней и переписываю гитару и она подойдет. Так. По звуку. Будет звук точно такой же, какой и нужно. Так, что-то такое. Пишем. Послушаем. То, что вижу, не увидят люди. То, что спишу, запишу в тетрадь. Так зачем же мы напрасно будем? Разные полотна созяв. Отлично. Вот. И последнее, что осталось. Гитарок не хватает в этой песне. Потому что песня сама по себе очень попсовая. В общем-то, хорошая песня, она диктует аранжировку. Но все-таки у нас столь и рок-группа. Мы хотим выступать на сцене живыми музыкантами, живыми барабанами. Это просто в этом гораздо больше кайфа, чем электронная поп-музыка. Если там под драм-машинку или подвинуть, дергаться на сцене, это все не то совсем. Мне кажется, что и для фанатов это интереснее, когда происходит настоящая живая деятельность, когда реальные музыканты играют. Вот. Поэтому я решил делать поп-рок. Гитары между живыми барабанами. Вот. И, несмотря на то, что песня нам продиктовала совершенно попсовую аранжировку, мне хочется привести ее в общий стиль нашей группы. Потому что это пятая композиция. Уже стиль, в общем-то, понятен. И можно ориентироваться на какую-то общую конву. И ввести сюда еще парочку гитар. Вот. Возьмем заготовку для них. Назовем их Drive. И потом еще соло надо будет придумать. Так. Драйв. 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 Правый. Драйв. Так. И потом еще, поскольку у нас получился припев, очень насыщенный, много звуков всего, я подумаю, может быть, что-нибудь где-то удалю тупо. Драйв. Так. Это что? Аранжировочный трек, чтобы легко было выделять и видеть, где мы находимся. Ну, это можно по маркерам тоже, по круговым маркерам. Так. Припев. Драйв. Драйв. Вот. Наверное, пожертвуем вспомогательной партией пока, чтобы она лишних звуков не создавала. Помните, вот этот Родус, я чисто как вспомогательную для равновешения той гитары. Но если сейчас появится дисторшн, драйвовые гитары, то, может быть, даже мы удалим ту фанковую гитару. И Родус точно удалим, так что медитируем. И даже я, когда партию убираю, я на всякий случай фейдер убираю, чтобы она случайно не звучала. Так. И сейчас не обращайте внимания. Можете пойти и сходить чайку копить. Я буду подбирать, думать, экспериментировать, как обычно. Так. Пишем. 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 Есть. Эту партию можно одну оставить и просто скопировать. сейчас посмотрим еще у нас же в первом припеве стоп-тайм по а а а а а а а Сердце, искрансанная, истерзанная металла, фресканная часть, Важные полотна садят, взять. Сердце, искрансанная, истерзанная металла, Так, если вот так вот. Сердце, искрансанная, истерзанная металла, фресканная часть, Важные полотна садят, взять. Сердце, искрансанная, истерзанная металла, Сердце, искрансанная, истерзанная, истерзанная металла, Нормально. Ну вот, друзья, записали мы г-драйв по звуку, в общем-то, Какой-то случайный звук опался после какой-то другой аранжировки по шаблону. И он, в принципе, не нравится. Сейчас посмотрим, что это такое. Да, это вот эмуляция одного из самых таких глубоких по динамике комбиков в оверлоузском THU. Разве что презенса, может, чуть поменьше сделаем. И еще, друзья, такой момент аранжировочный. У нас скрипки идут сплошной колбасой всю песню. Это не очень хорошо для развития динамики, Поэтому мы делаем совершенно вот такой тупой фильм тушами. Просто удаляем часть этих скрипок. И тогда у нас будет развитие по динамике очень интересное. То есть будет такой более пустой припевчик, А потом более полный. И здесь то же самое. Грохаем. И то же самое с бэками. Половину бэков уберем и удаляем. Тоже это нам даст поднятие по динамике. Вот, смотрите, какая штука. Например, идет у нас припев. Сердце нескромшенное, истерженное, Будто в фреском части порезанное, Мазками резкими нарисованное и порванное. Сердце нескромшенное, истерженное, Будто в фреском части порезанное. Припев повторяется два раза каждый раз. И эти два раза должны быть разными. Так, ну что ж, практически готова аранжировка. Осталось гитарное соло записать. Так и все. Больше ничего не надо. Чтобы писать гитарное соло, Надо дилейчик включить. Как всегда, трек соло из шаблона. Вообще, про шаблоны для аранжировки Я хочу сказать, что обязательно нужен шаблон, Чтобы не терять на это время. Потому что сейчас бы, если я создавал трек, Назначал щену записи, канал, Откуда все берется, Я потерял все творческое вдохновение. А мне прет. Мне хочется делать скорее партии какие-то, Придумывать, сочинять, писать. Вот. Так. И опять-таки, как обычно, друзья, Можете пойти на видео или чайку. Я пока просто буду нащупывать, придумывать. Посмотрю, что там вообще. Как обычно, для ноги подставочка нужна мне. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! 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 Сейчас сделаю другую гармонию И какой-то проигрыш сильно выпадающий Из общего контекста припева Мы поломаем немножечко этот хитовость в песне. Понимаете, да? Так. Крутим дальше. Моя любовь моя Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Клевый проигрыш! Клевый проигрыш, но это зимпира! Нельзя, к сожалению. Так. Так. Я любовь моя Субтитры Алексею Дубровскому! 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 Ну что, друзья! Все готово! Послушаем! По дуной светящееся небо! Субтитры Алексею Дубровскому! 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 Так, хорошо, нормальненько, а если вот такой вариант взять? Компьютер уже не справляется со столькими виртуальными инструментами и одновременным подкастом видео для вас. Тогда, может быть, розы и пэды убрать вообще? До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Попробуем без петли А также попробуем без малого барабана Типа только стук сердца Отлично, это мне нравится Вот, вот оно Отлично, на этом и остановимся Ну что ж, друзья, переходим к очень важной части продакшена и звукозаписи К записи барабанов В записи барабанов очень много разных этапов И влияющих на конечный результат Это и сам барабанщик, его игра, звук, извлечение, партия, которую написал аранжировщик Барабанная комната Сама установка Настройка барабанов Играет очень важную роль Можем иметь самую топовую установку Самого распрекрасного барабанщика Прекрасные конвертеры, микрофоны, предусилители Но если барабаны не настроены Они не будут звучать на коммерческом уровне Вы ничего с ними не сделаете Ну, там есть, конечно, хитрости, можно заменить их Но натуральный звук будет плохой Вот, поэтому Практически каждый звукорежиссер и продюсер обязаны уметь настраивать барабаны Потому что барабанщики, как правило, этому не уделяют внимания Они просто приходят, отыграли и уходят Очень редко какие барабанщики ответственно подходят к делу И настраивают барабаны перед записью Ну, по крайней мере, проконтролировать, что барабанщик настроил, вы должны уметь Вот, и поэтому я собираюсь показать вам, как я настраиваю барабаны Тут есть некоторые хитрости Например, первая хитрость Что я на обратную сторону На задний пластик резонаторный Ставлю так называемый пластик от малых барабанов Haze Это резонаторный пластик, тонкий, для малых барабанов Они специальные такие, очень тоненькие И это дает нам больший состояние, чем обычный пластик Вот такой вот лайфхак я вам задаю Вот Дальше Продолжаем настраивать Первым делом Нужны болты Которые мы затягиваем Вручную, до упора Насколько позволяют наши пальцы Вот так вот по диагонали Для равномерности Вы, наверное, знаете, как колеса автомобиля По такому же принципу надо затягивать Чтобы не было перекосов И У всех пластиков Есть такая особенность Обычная пластмасса Типа полиэтилена Они тянутся Если мы их не растянем Они будут в процессе записи продолжать тянуться И будет уходить тон и настройка И чтобы этого избежать Надо их немножко перетягивать В процессе установки Сейчас я вам покажу, как я это делаю Ну вот это вот Поскольку это резонаторный тонкий пластик То его перетягивать нужно немножко полегче, чем ударный пластик Но тем не менее принцип тот же Так, ну вот я практически близок к тому Чтобы Со всей силой своих пальцев Равномерненько затянуть все болты Так Вот у нас хороший старт Для дальнейшего Нежной стойки Дальше Смотрите, что я делаю 360 градусов На каждом болте Оборот ключа Выставлю ключ Очень легко Раз Полный оборот 360 градусов Также по диагонали Полный оборот 360 градусов Проделываем Для всех Диагоналей В принципе Пластик уже хорошо натянут Потом, поскольку это хэйзи Тонкий пластик для малого барабана Чуть-чуть вот так вот ладошечкой Повысаживаем Чтобы не было ям Потому что достаточно надавить пальцем Будет яма Вот Дальше Перетягиваем Еще на один оборот 360 градусов Вот Теперь мы его перетянули Смотрите, он перетянутый Еще немножечко вот так Понадавили Все, он растянут И опускаем обратно На Опускаем на полтора оборота Сначала 360 Делаем Чтобы все это равномерно происходило Чтобы он усаживался равномерно Теперь у нас равномерно растянут И даже новый пластик не будет уезжать в процессе записи Вот И еще где-то на четверть оборота На пол оборота Опускаем Обратно Ну давайте на 90 градусов Допустим каждый ключ Вот таким образом Мы уже Практически получили готовый барабан Вот теперь проверяем Высоту тона у каждого болта Слышим, что вот здесь немножко выше Здесь немножко ниже Ну более-менее одинаково А тут не принципиально уж прямо точно Дальше Переходим к ударному пластику Переходим к ударному пластику Сам пластик в принципе может быть любой Тоже дело вкуса Они звучат чуть-чуть по-разному Но все замечательные Что прозрачные, что не прозрачные Для тяжелой музыки Например, там двойные тяжелые пластики получше Для джаза Не знаю там С покрытием Тонкие пластики Я люблю однослойные Тонкие Ну, вообще-то и пинстрайк Дальше Поскольку ударный пластик Более прочный То мы тут уже Больше, так сказать Силой корпуса своего Понадавливаем Так, ну вот тоже самое Равномерно затягиваем все болты Пока кручу Скажу вам еще одну интересную штуку Вот Смотрите У этого барабана Внутри написана Нота На которой он звучит Резонанс Наиболее Хороший Вот видите там Букавка Диез Это значит, что это резонанс этой кадушки И это я вот к чему завел К такому спорному вопросу Надо ли барабаны настраивать В тональность песни Я считаю, что не надо И объясню почему Потому что Если мы настраиваем барабан В тональной песне Допустим, мы его там В ближайшей кварте Подведем Или там К тонике Не дай бог вообще То мы таким образом Уйдем от этой самой ноты От резонанса этой кадушки И мы получим звук самого барабана Менее жирный Менее правильный Менее раскрывающий Именно эту кадушку Но там Близкий к ноте И я считаю, что это Меньшее зло Не попасть в ноту Там баса, например Чем иметь звук Малого барабана Чем иметь звук барабана Не очень жирный Не тот Который мы хотим получить Там С хорошим сустейном С хорошим телом С хорошим спектром И еще Такая штука Все преувеличивают Значение тона барабан А все-таки Это перкуссионник Это не мелогический Не гармонический И его тон Он звучит Короткое время Потому что Тоны Особенно в современной музыке Не звучат Тууууу! Но может где-то в джазе А у нас он будет Давай Довольно-таки Быстро затухать То есть Устань полсекунды Это от силы За это время Он не успеет Войти в диссонанс Тональность И не успеет Для нас как несущий какую-то тональную нагрузку во вторых если вы посмотрите спектр песни то там отдельные тона допустим тон бас-гитары он будет какой-то маленький горбик давать а тону такого тома он там не знаю 30 децибел тише будет он будет восприниматься не как тон музыкальный звуковысотный а вот будет восприниматься в общем спектр просто как особенность тембра что любой ближайший тон музыкального и гармонического инструмента мелодического гармонического и бас-гитары заглушит настолько и подавит и замаскирует тон тома барабанного там бочки и даже даже малого барабана что это не принципиально а принципиальный иметь хороший звук барабана понимаете да тембр хороший сочный насыщенный тембр который находится в резонансе именно с этой кадушкой вот дальше переходим к поискам этого перейдем потом к поискам этого резонанса и вы посмотрите что это очень важно что буквально там пол оборота ключа на одном болте уже мы теряем это резонанс а что уж говорить если мы там в ближайший интервал типа кварта или тоники или унисон уходим но мы потеряем полностью звук нашего барабана ну и вообще посмотрите чем без когда играет весь концерт он же не меняет настройку под каждую песню и каждая песня звучит прекрасно это уже на если бывает бывают ситуации когда допустим весь куплет идет том бас и бас-гитара одновременно такой и тогда действительно могут возникнуть биение между томом тоном тома и баса только в таких случаях стоит настроить барабан это на самом деле не принципиально можно пить чем потом поднять его во время на протяжении этого куплета или для именно для этой песни и подстоит там чтобы он не бился в бас-гитаре в крайнем случае заменить короче это бывает раз в полгода такая ситуация когда действительно надо было бы настроить в тональность песни барабана так ну вот опять натянул равномерно кстати подстройка пича тома не так не так страшно то что все думают что он железе 2 вверх и до современных записях вверх и так уж такая же большая роль я вам потом покажу на миксе свой подход к этому делу там роли выходов не очень важно в этом смысле более того вверх и дах то мы не особо состояние что звучат этом больше короткий удар состоянии в основном ловится прямыми директором микрофоне ну хорошо продолжаем вот я натянул пальцами равномерника дальше по той же технологии 360 градусов по диагонали дальше проминаем аккуратненько вот так не всем весом чтобы я мне оставить но я думаю вы почувствуете когда где предел прочности пластика некоторые делают так коленом я очень рекомендую практически точно будет яма и пластик деформируется будет хуже звучать от этого лучше ладонями мягенько аккуратненько вот дальше перетягиваем еще на один оборот 300 градусов и еще аккуратненько по нажимаем поскольку послушайте или тянут радикально теперь отпускаем сначала один оборот вот теперь наш пластик уже никуда не поедет даже наоборот бывает он вверх после такой процедуры уезжает он уже усевший не будет расстраиваться в процессе записи вот дальше еще делаем наверное пол оборота примерно 180 градусов отпускаем и мы уже практически сразу попадем хорошую настойку барабан вот послушайте вот но дальше уже делать так сказать тонкой постройки мне кажется немножко низковато мы берем по четверти оборота возвращаем высоту даже вот меньше мне хочется вот уже очень близко дальше проверяем равномерность натяжения болтов как правило они еще по диагонали более-менее одинаковые не обязательно прямо это уж там добиваться там точности чтоб было практически настроен дальше уже методом тонкой тонкой подстройки ищем уже наш нужный резонанс еще это уже с опытом приходит чувствовать задний пластик допустим хочется повыше или пониже хочется повыше тем более что у нас хэйзи как правило должен быть выше переднего настроек выше ударного очень неплохо чуть чуть пониже теперь ударный вот и такими вот последовательными уже мелкими итерациями приближаемся основном прекрасному тону вот еще я люблю подглушить немножечко смотрите у него есть такой полиэтиленовый призвук и если мы поставим то он такой получается глубокий где такой вот и мьется полиэтилен тоже такого призвука не будет это переглушил значит надо поближе к ободу вот еще одна хитрость лучше вот так вот подвесить его чтобы мы уже слышали полный резонанс не глушили его руками коленками и уже тонкую настройку доделывать вот еще одна маленькая хитрость чтобы найти тот самый резонанс кадушки про которые он долго долго говорил можно вот так взять один болт покрутить вверх-вниз только запомнить положение ключа чтобы вернуть на место вот мы слышим что надо уходит резонанс тише звук становится меньше тело становится меньше полотами звук вот мы слышали что вниз отлично значит возвращаем ключ и примерно на какую-то долю оборота немножечко опускаем равномерно опять все болты на нижнем пластике на фоне что нужно крутить вниз но уже немного это уже тонкая настройка тут уже надо по чуть-чуть вот хорошо и то же самое можем с верхним пластиком один болт берем и крутим вверх-вниз вот было слышно что надо немножко подтянуть его подтягиваем по чуть-чуть каждый болт все друзья мы попали наилучший резонанс этой кадушки можем переходить к следующему барабану так отлично вот с бочкой все намного сложнее потому что она так не гудит как где-то тому поэтому бочку уже просто чисто по опыту на глазок и на ощупь конечно можно сначала когда мы натягиваем с нуля пластики тоже по такому же принципу я показывал равномерно по кругу простукивая но как правило пластики на бочке живут годами и скорее всего нет возможно там сразу новые ставить а просто мы подтягиваем и которые не вот я поэтому так вот привык уже пальцами на ощупь по натяжению просто определяет вот данный пластик чуть-чуть сильнее чем ударный пластика ударный пластик я стартую из положения когда болты практически там на пол оборота ключа после пальцевой затяжки и пластик практически болтается и прорисает и дает хороший щелчок в общем довольно таки все просто и я люблю немножко поглушить его там чем-нибудь поролоном или одеялом малым барабаном тоже такие же проблемы потому что опять же пластик что нижний что я немалого барабана натягиваться довольно сильно и вот этот способ который показал для томов не очень поэтому с малым барабаном ну просто тянем до довольно высокого положения просто уже эмпирически по опыту надо понять до какого положения тянуть и конечно же тоже проверяем на мерность высоты у каждого болта есть способы когда настраиваться неравномерно болты скажем там часть болтов отпускается сейчас болтов перетягивается дает тоже такой меньше сустейн но я предпочитаю сустейн уменьшать с помощью мунгеля ну или там скотч или майки вот но это очень низко и малый барабан поскольку он не как-то мальзонирует гораздо меньше приходится и настроен сильно выше пластик приходится уже вот так просто эмпирическим путем немножко я даже так не заморачивая диагонали подкручиваю чуть-чуть по кругу и просто поиском чуть выше ниже ищем уже нужно то же самое и с задним пластиком малым барабаном диапазон настройки очень широк можно настаивать его высоко низко и это будет нормально правильно и будет хорошо звучать вот еще небольшой лайфхак как проверять высоту натяжения пружина вот так вот палочки отводим в сторону вот задний пластик должен быть сильно натянут даже это чувствуется опять же тоже по высоте никаких правил нету нужно эмпирически попробовать настроить выше попробовать настроить ниже и посмотреть в каком положении малый барабан раскрывается хорошо состояние хорошая отдачу а также в каком положении на ваш звук вам нравится что бывает что там быть поп например с низко настроенным малым барабаном хорошо вот в этой песне у нас звук такой попсовый нам здесь не нужен сустейн не нужно чтобы он пел вот поэтому практически его глушим ну что ж барабаны настроены переходим к собственно записи давайте я покажу какая комната у меня прекрасные для записи барабаны вот смотрите комната 70 метров с высоким потолком достигающим там 5 с половиной метров посередине акустическая обработка очень хорошая грамотная сделанная на заказ инженером акустиком и следующий раз Ну что ж, пойду устанавливать все свои места Собирать, устанавливать микрофоны И расскажу вам потом о микрофонах Ну что ж, друзья, переходим к записи барабанов Барабаны настроили, звучат они прекрасно И сейчас я вам покажу еще один очень важный этап в записи барабанов Это расстановка микрофонов, использование микрофонов Ну, во-первых, давайте скажу пару слов о том, как это делается традиционно А потом скажу, как это делаю я В общем-то, скорее всего, обычный звукорежиссер скажет, что фарафонтов занимается ересью Но я вам все объясню Смотрите, но самые главные микрофоны при записи барабанов Это так называемые оверхеды, которые сверху установки располагаются И берут ее в целостности И как ставится традиционная оверхеда? Вы это 50 миллионов раз видели и на концертах, и в студиях, и на записях Вот так вот сверху Два микрофона, вот так вот, один здесь, один здесь И как бы они берут всю общую установку И сейчас, в принципе, для записи по олдскульной технологии Для джаза, для, не знаю, там, хард-рока Это прекрасно Но сейчас у нас 21 век, мы делаем уже модный музон Модный звук И я вам покажу, как лучше по-другому Вот смотрите, основная засада в традиционной постановке оверхедов Вот так вот над установкой Что у нас получается, что громкость интенсивной звуковой волны Она прямо представляет квадрату расстояния То есть, если у нас до тарелки, например, до крэша У нас метр, а до малого барабана два метра Видите, он дальше находится от микрофона То у нас барабан будет тише Тарелка будет громче не в два раза, а в четыре раза Представляете? В этом микрофоне будет в четыре раза громче тарелка И к чему это приводит? Потому что, например, когда мы хотим в миксе сделать звучание полноценное Всей установки слитное из оверхедов И мы хотим прибавить вот то, что у нас играет малый барабан Бочка, том И то, что звучит как бы между барабанами Такое пространство, такой мини-рум от барабанов Мы пытаемся это добавить, но крэш-то в четыре раза громче И он лезет настолько громко в эти оверхеды, что мы не можем этого добавить Мы не можем контролировать и управлять своей работой Приходится прибирать оверхеды И таким образом звук становится менее объемным, менее интересным, менее насыщенным Барабанная установка звучит менее жирно, если можно такое художественное слово применить И как из этого выкручиваются разные звукорежиссеры? Алан Парсенс, например, довольно мудро поступает Он ставит, смотрите, этот микрофон отодвигает вот так вот действительно за голову барабанщика Вот здесь сидит барабанщик на стульчике Получается настоящий оверхед, по-английски над головой Вот так вот их располагает два И получается, смотрите, в этой точке расстояние от малого барабана до микрофона и до тарелки одинаковое У нас они звучат в балансе И я так долгое время так и писал барабаны В принципе, это отлично и хорошо Но есть еще один более интересный способ Я его обнаружил совершенно случайно Мы писали барабаны в бизнес-центре, в огромном таком зале, в лифтовом холле Там был дикий ревер, он красивый был, но дикий совершенно Он гулял так, что это лезло в оверхеды И было слышно наравне с барабанами, было слышно отзвук от этих бетонных стен всего хола Я искал положение, при котором баланс барабанов был более таким правильным и приемлемым И смотрите, что я сделал Опустил вот эти вот парсоновские микрофоны вот так вот в это положение Вот один, а вот второй Вот они стоят Вот видите, вот один микрофон, вот второй микрофон И установка стала звучать в балансе с этим холлом И параллельно, случайно, я обнаружил, что она сама по себе стала звучать более интересно Во-первых, у тарелок звук вбок идет более интересный, на мой взгляд Меньше вот этого атаки, когда мы сверху ставим микрофон У нас удар палочки идет по тарелке И сам момент удара, этот атака он И он довольно-таки громкий и сильно отличается от послезвучия тарелки То есть этот вот крест-фактор, то называемая разница между атакой и телом звука с хвостом Слишком большая И это менее красиво и музыкально, чем когда у нас больше именно послезвучия у тарелки А как раз вбок у тарелки такой звук более ближе к этому Там меньше удара палочки и больше именно звука самой тарелки И эти тарелки, оказалось, что они в таком положении звучат более красивенько, более по-тарелочному, более чисто И баланс еще более правильный Вот здесь вот тоже, видите, расстояние примерно одинаковое до малого барабана, до тарелки Даже чуть-чуть дальше крэш получается, это хорошо Потому что барабанщики практически все в крэш пережимают И крэш играют громче Это вообще такая болезнь всех российских и московских барабанщиков Пережимать железо И я думаю, что корни этого в репетициях на реп-базах На реп-базах ведь как? Все пришли, гитарист врубил дисторшн на полную Комбики разгоняются Вот так вот, к концу репетиции стрелочка уже на максимуме стоит На десяти И барабанщику, чтобы как-то соответствовать этому Приходится изо всей дури мочить по тарелкам, чтобы пробиться Потому что, смотрите, еще бочку иногда подзвучивают Малые иногда подзвучивают Особенно в маленьких клубах Бочка малая подзвучена Тарелки никогда в маленьких клубах не подзвучивают И барабанщик на подсознании Чтобы оставаться в балансе Ему приходится въяривать по тарелкам со всей дури Чтобы общий микс, который он слышит на сцене Был более-менее правильным Это инстинктивно происходит И так это и входит уже в подсознание И барабанщик приходит в студию, не может остановиться И так же жарит по тарелкам И малый барабан, бочка Томы Остается на более тихом уровне В оверхедах у нас, как правило, большинство барабанщиков Вот этот вот дикий такой шшшшшш из тарелок И только лишь очень редкие барабанщики Которые постоянно пишутся в студиях Которые общаются со звукорежиссерами Которые понимают, как это звучит там, в контролике и на миксе Уже играют в балансе Уже у них, например, взять того же Андрюша Шатуновского У него в микрофоне хэта малого барабана практически не слышно А в микрофоне малого барабана хэта практически не слышно Такое легкое, такое еле далекое и работать с таким звуком потом просто счастье для звукорежиссера мы можем спокойно компрессировать малый барабан и там не будет перекомпрессированный хэт прорезаться есть для этого способ борьбы но все равно чем лучше исходник, тем лучше потом будет выход и вот таких барабанщиков с сбалансированным качественным звуком у нас в России, не знаю, два может быть и еще такая интересная штука что при таком положении случайно обнаружил я, что само пространственное ощущение установки художественно более ценное на мой вкус ну и соответственно пробаланс самой установки тарелок, катушек, то что я сказал тоже остается в силе но тут встает следующая проблема, что если у нас при таком, при традиционном расположении оверхедов крэшей избыточно много, мы их можем прибавить то в таком расположении мы имеем как бы общую картину это уже такой, не совсем даже оверхед а полурум потом я вам покажу сейчас, когда будем сводить послушайте такой полублизкий рум барабанный, в котором барабаны в полном балансе прекрасно звучат но иногда хочется уже добавить тогда и крэши, и райт, и хэт отдельно близкими микрофонами и вот тут я перехожу ко второй очень важной интересной теме это модное современное звучание барабанов у нас же этот проект для которого мы пишем барабаны Оля Космос он на стыке электроники и традиционного рок-квартета и электроника диктует модный такой звук полусэмпловый который идет к нам где-то из хип-хопа из электронной музыки когда барабаны каждый звучит как записанный сэмпл в сэмплерной машине с близкого микрофона и это нам дает возможность спокойно арпеджиаторные звуки плаки модные лупы сбалансировать живой установкой так, что они не живут в разных вселенных что вот это вот русский рок с барабанами а здесь вот у нас электроника какая-то не пришей возникает совершенно непонятно это можно сделать органично как будто это все одна такая канва сэмпловая и что до этого я делаю я пишу все составляющие этой установки каждую тарелку каждую кадушку близким микрофоном причем гипертрофированно близким опять же любой традиционный звукорежиссер там преподаватель по звукорежиссуре вам скажет что это ересь и ошибка вот например вот смотрите вот как близко хатает у меня райдовый микрофон буквально там чуть больше ладони хэтовый микрофон то же самое на малом барабане микрофона висит вообще там несколько пальцев том видите что этот том нормальный поставил бы там вот так вот его там над райдом вот так вот чтобы как есть там тоже можно теоретически объяснить я как бывший физик понимаю что постфактум можно объяснить что угодно вот если у нас мы ставим так можно целую теорию подвести что мы таким образом слышим все тело и весь формировавшийся звук со всех частей поверхности а не только там конкретную точку этой тарелки но это теория на практике вот я вам говорю что по моему методу чтобы добиться модного современного звука можно писать достаточно близко и получать такое сэмпловое звучание как в старых там акайских сэмплерных машинах такой хэт-тс-тс там малый чик модный электронный вот И еще в связи с этим такой один аспект. Традиционная звукорежиссура считает, что барабаны должны быть как один инструмент звучать, как слитный. На это я скажу, что у нас уже мы модные ребята, мы продвинулись дальше традиционной звукорежиссуры. И в современном модном миксе позволительно делать звучание барабанов не слитное. Как бы отдельно сэмпловое, как точки. Бочка отдельно, малая отдельно. Потом на миксе еще посмотрите, я тоже буду извращаться и подмешивать к малому барабану клэп электронный, к бочке. Там электронную бочку какую-нибудь из 808-х, например. И эта культура уже давно, на самом деле лет 20-30 есть в хип-хопе. И почему бы нам на стыке жанров не применить ее в нашем поп-роке и получить чуть-чуть более модный поп-рок с элементами электронной музыки, с элементами хип-хопа по звуку. Ну и в связи с этим давайте я вам более близко покажу уже все микрофоны, как у меня стоят. Вот про верхеды я уже объяснил. Вот они. Можно взять лазерную линейку и просто линейкой померить расстояние до центра малого барабана. Вот от этого микрофона, от этого микрофона. Чтобы оно было примерно одинаковым. Но тоже это, на самом деле, это не догма. Тоже традиционный звукозаписер скажет вам, что оверхеды надо располагать так, чтобы у нас соблюдалась ось между бочкой и малым обязательно, чтобы они не переваривались слева-вправо. На самом деле, для современной звукозаписи это не так уж принципиально. Например, вот в данном расположении микрофонов, если мы будем соблюдать эту ось, нам бы их пришлось ставить где-то вот здесь вот так, наперекосяк. У нас получится хэт почти в центре. Вот эта линия, бочка малая, вот она вот такая вот. И вот те тарелки у нас будут, соответственно, помните я вам про квадрат расстояние говорил, они будут там в 8 раз тише, чем вот эти. И мы потеряем баланс всей установки. Поэтому звукорежиссура это искусство найти компромисс. И приходится искать компромисс, где может быть малый барабан чуть-чуть смещен в сторону акцента, бочка чуть-чуть смещена в другую сторону. Это не так страшно. В общем миксе с преобладанием точечных микрофонов это будет не очень заметно. Особенно, например, если играет хэт одновременно с малым или райд одновременно с малым, то мы практически уже не слышим положение малого барабана, потому что хэт и райд его маскируют. А хэт и райд почти все время играют. Кроме наших модных песен. Вот видите, хэта довольно мало в припевах, в куплетах. Поэтому приходится искать некое компромиссное, где еще и ось бочка малой более-менее соблюдена, но и баланс общий относительно вот этих микрофонов, баланс всей установки более-менее тоже общий такой. Например, там нет такого, что хэт посередине, а крэш вот только в одном канале, райд только в этом канале. И шириной вот этой базы между двумя этими микрофонами можем регулировать глубину этой стереокартиночки в нашей панораме установки. И еще одна такая штука, тоже чисто мое инновационное открытие в звукозаписи. Как обычно у нас у верхеда делают традиционные звукорежиссуры. Берется пара верхедов, звук от пары верхедов, делается какой-то красивый звук такой, даже приподнимается вверх, чтобы тарелкам добавить серебристости, высоких частот и прочего. Но в моем подходе, смотрите какая штука, у нас же точечно снимается близко каждая тарелка отдельно. И чтобы не было фазовой мешанины между этим, потому что вот тоже вот нам традиционно закурсируют, скажут, что вот так много микрофонов, это будет у вас там фазовый шлак. Лучше поставить три микрофона и бочку, и будет там более правильный чистый бесфазовый звук. Да, для джаза это правильно, для записи стилей Ланзеклин это правильно, но для модной Оли Космос это уже устаревший подход. Смотрите, как опять-таки мы ища компромисс, что я придумал для этой ситуации, как с фазами. Фактически на высоких частотах фазировать микрофоны практически невозможно, потому что там творится невообразимая мешанина из гармоник, просто лес. И два микрофона, скажем, вот крэшевый, близко там от хэтовала, мы их фазировать не можем с оверхедом. Так, чтобы это было правильно, идеально, чтобы нам стыкало все и не смазывалось, не фланжерило. И что я делаю? Я вот эти микрофоны оверхедовские просто по самой не могу, срезаю вверх, потом покажу на миксе, а вверх беру из прямых микрофонов. Таким образом, у меня это общий подход такой к миксе, что каждая пара, каждый микрофон, каждый инструмент выполняет свою задачу в миксе. То есть, если у меня задача общие ощущения от общего пространства всей установки в оверхедах, а задача хэтового микрофона хэтовое цыканье, то я их разделяю по частотам, срезаю вверх в оверхедах, а цыканье подмешиваю уже из прямого директового микрофона. Таким образом, эта вся мешанина из фаз просто нивелируется и в принципе не может создаться, потому что у нас по частотам очень сильное разделение. Ну и еще я на самом деле покажу вам, что я эти микрофоны фазирую между собой. Тоже эта задача очень непростая. Советую вам почитать или сходить на лекцию к Володе Ребенко, такой очень известный звукорежиссер из академической звукозаписи. Потому что, когда мы имеем многомикрофонную запись, сфазировать их это просто невозможная задача, потому что это в какой-то там степень, количество микрофонов в какой-то десятой степени, что ли, если у нас этих десять микрофонов вариантов фазировки, и какой из них правильный, непонятно. Но я делаю так, я выбираю какой-то инструмент, который мне наиболее важен, скажем, в куплете, будет важный и хэт цыкающий, чтобы он был в фазе. И я, допустим, относительно хэта фазирую остальные микрофоны по началу атаки и какие-то микрофоны типа томов, где видно уже там тело волны, по фазе волны, чтобы они не были в противофазе. И таким образом фокус в моем миксе по фазированию микрофонов будет смещен в сторону наиболее важного, скажем, если играется по хэту, то по хэт, если играется по райду, там полпесни, то по райт, можно полпесни так, полпесни так делать. Вот. Вот такая вот история. Ну и давайте я вам покажу еще более подробно, не подробно, а просто точно по каждому микрофону пройдемся, чтобы просто вы поняли, как и где точно каждый микрофон стоит. Ну вот эти вот вы уже поняли, где-то метр двадцать, метр тридцать от малого барабана, от этого хэда сзади барабанщика. Что еще? Вот еще важная штука про комнату. Для записи барабанов довольно большая комната нужна. Барабаны где-то от шестидесяти метров примерно комната, при которой начинает барабанная установка звучать, раскрываться, как-то дышать. Потому что если меньше, то звук, даже если снимать такой же традиционной или нетрадиционной схемой, получается зажатый. Даже ушами слышно, что если в маленькой комнате, вот, например, мы с Олей репетируем на ребате, там маленькая комната, и тот же самый малый барабан приносишь туда, он не звучит, что-то неприятное. Приносишь сюда, он звучит прекрасно, практически уже студийный звук сразу получается. Это из-за комнаты. Нужен для барабанов желательно большой объем. Вот, ну, к счастью, у меня есть такая комната с большим объемом. Это у меня студия в загородном доме, тут площади удалось построить большую. Это комната 70 метров. Инженер, который проектировал акустику, очень грамотно все, очень талантливо сделал все эти решения по акустическому оформлению. Это Артема Матуни. Посмотрите в моих друзьях в фейсбуке. Артема Матуни, очень грамотный человек. Рекомендую вам, если вы домашнюю студию хотите сделать приемлемой для работы. Вот, и, соответственно, в такой комнате традиционно снимаются микрофоны комнаты. Вот, смотрите, где они у меня. Сейчас я покажу. Вот. Вот один микрофон. И вот так же симметрично второй. Вот здесь. Но, скорее всего, в этой песне, опять же, из тех же соображений модности и электронности, потому что сейчас модный саунд в электронной музыке, как правило, сухой. По крайней мере, что касается барабанов, ритм-секций или там битов в хип-хопе. И поэтому, скорее всего, румы я не буду использовать. Но все равно, на всякий случай, я их пишу. Мало ли что. Все-таки это у нас тоже и рок, там и гитары рычат. Иногда, может быть, и уместно будет. Потом удалим. Вот. Ну, давайте сейчас покажу более близко каждый микрофон. Ну, вот, давайте разберем сейчас теперь подробно каждый микрофон близкий и далекий. Ну, начнем с бочечного микрофона. Я пишу бочку на самый традиционный концертный микрофон Shure. Вот такой вот. Beta 52. Он недорогой, замечательный. Опять же, многие звукурчатеры скажут, что это Ерич, что это там AKG 112, или там какой-нибудь Audix, или еще что-нибудь модное. Но я считаю, что нет, что этот микрофон, он очень собранным звуком обладает, очень хорошим низом таким, пинающим, и хорошо передает щелчок. На мой взгляд, это самый идеальный микрофон для студийной записи бочки. И не только бочки, и томов тоже, и баса. Вот. И еще такая тема тоже. Опять же, стандартная песня моя, традиционная звукорежиссура утверждает, что микрофон, бочечку надо снимать несколькими микрофонами, что, опять же, надо ставить его так вот снаружи бочки, чтобы сформировалось тело, сформировался низ. Опять же, мы модные ребята, современные. Нам достаточно одного микрофона, который вот так вот просто внутри бочки стоит, направлен немножечко в сторону от места, где колотушка бьет по пластику, и где-то примерно там на середине глубины бочки. Опять же, традиционный звукорежиссер вам скажет, что мы не успели таким образом поймать весь сформированный звук бочки. Фигня все. Все в этом микрофоне есть, совершенно сформированный. Более того, сейчас это модное слово sound design, но потом мы будем эту бочку sound design 5-6 каналами параллельными, так называемым модным словом layering. Вот, и вы посмотрите, что достаточно одного внутреннего микрофона бочки, чтобы получить современный, модный, пинающий, качающий звук. Еще такая штука. Многие, опять же, традиционные звукорежиссеры принято, как еще ставить. Сейчас я вам возьму и покажу. Традиционные звукорежиссеры еще принято ставить вот так вот снаружи. Такой вот конденсаторный микрофон, чтобы брать внешнюю сторону пластика, опять же, сформированный звук бочки. Низ из него можно взять. Но, опять же, друзья, смотрите, вот в этом микрофоне, который стоит наружу бочки, опять, для джаза, может быть, это и годится, но для рок-музыки, если вот этой тарелки и крэшей, их будет больше, чем в самой бочке есть. Ну, может быть, не больше, но столько же, как минимум. И даже если мы будем вручную каждый удар бочки вырезать, или тем более агитирование, там уже речи практически не идет, мы получим, знаете, какой звук? Бочка в смеси с тарелкой, типа, не тын-тын, а шик-шик-шик. Вот такой вот паразитный звук, который нам только навредит. Мы гораздо проще сформируем из внутреннего микрофона все, что нам нужно. Вот. И еще одна такая, тоже традиционная штука. Музыканты особенно на это ведутся, когда ставится динамик около бочки. Он же Yamaha Subkick, это просто динамик в красивом корпусе. Да, опять же, если мы были в 70-х годах, этот канал, когда его так вот просто на пульте выводишь, как бы, да, низ появляется у бочки, становится круто. Но в современной звукорежиссуре есть куча плагинов, которые, во-первых, просто имитируют этот Subkick из прямого микрофона. Причем лучше, чем сам этот Subkick звучит, более управляемый. Мы можем хвост делать там более длинный, который мы бы не получили, скажем, там, в хип-хопе, например. И более того, еще и плагинами можно получить более низкий, более красивый и художественно более ценный звук, чем дают эти динамики. Поэтому для меня в современной ситуации писать этот динамик – совершенно бессмысленное дело, бестолковое. Достаточно одного микрофона, который находится внутри бочки. Так, пойдемте к следующему. Вот, я вам уже отказывал. Вот на такой микрофон я пишу «Румель». Это ленточный российский микрофон, где мастер Бардукова. Причем вообще про российские микрофоны, можно сказать, отдельно у меня студия, наверное, половина. По крайней мере, почти все конденсаторники русские. Они потому что звучат реально лучше западных. Даже какой-нибудь западный берешь за 4 тысячи долларов, берешь наш Союз за 500 долларов. Он звучит лучше. Или вот этот Бардуковский берешь, стоит 5 тысяч рублей. Он лучше звучит, чем АКГ-414 за 880 тысяч рублей. Их продал просто не нужны. Этим лучше. И смотрите, какая штука еще у этих микрофонов замечательная. Поскольку они ленточные, а ленточные микрофоны имеют восьмерку диаграмм направленности. А в восьмерке есть такая прекрасная особенность, что сбоку микрофон берет сильно меньше звука, чем кардиоидный. И получается, что мы можем боком этот микрофон направить на барабаны. И здесь будет меньше прямого звука от барабанов, а больше именно звука от комнаты. Вот этот эмбиент, который насасывается от отражений, от стен. И микрофон таким образом будет более румовым, чем просто если мы поставим конденсаторный микрофон. Вот такая тоже фишечка замечательная. Ну, дальше просто по мере встречания микрофонов давайте я вам покажу. Вот микрофон Тома. Тоже гипертрофировано близко у меня стоит. Сам микрофон, самый стандартный ШУР, Бета-56А. Чем он замечательен? Что у него гиперкардиоидная диаграмма направленности. И это позволяет меньше брать звука тарелок, там, с малого барабана и именно больше самого Тома. Вот, потому что традиционно пишут, скажем, Томы, например, в 414-м. Он у меня тоже есть, он лежит. Но мне больше нравится именно гиперкардиоидная диаграмма. Малый барабан. Тут вообще все стандартно. Вот, ШУР. Самый обычный 57-й ШУРик. Из магазина, из Мусторга. Вот, ну, опять же, по своей любимой схеме. Довольно близко к ободу, к пластику. Опять же, чтобы получить гипертрофированно модный, английский, директовый звук. То же самое. Снизу тут пружина, я вообще ее не очень люблю, эту пружину. Поэтому более-менее все равно, каким ее снимать. Ну, вот я поставил там тот же самый ШУРик гиперкардиоидный. Тоже хорошо, что от переднего пластика бочки меньше в него будет есть, чем в кардиоидной. Ну, опять же, задом его направляем в сторону этого пластика, чтобы, как вы знаете, там, кардиоидный микрофон сзади сильно меньше берет. Еще такая вот фишечка интересная, смотрите, поролонка, вырезанный из бутылки корпус и поролон акустический. И таким образом я прикрываю еще микрофон малого барабана от того, чтобы туда блескать. Видите, хэт у меня довольно близко стоит. А этот, я уже говорил, что хэт, пролезающий в малый барабан, это такая паразитная штука. Вот. Дальше. Вот это уже интересная особенность, такая моя личная. Я ни у кого такого не встречал. Пишу крэши снизу. Тоже, смотрите, чем это вызвано. Во-первых, лучшая изоляция. Крэши нам нужны как раз как сэмплы крэши. Нам не нужно, чтобы там было все. И при таком расположении, чем вот сверху, лучшая изоляция, мы получаем более изолированный звук крэша. Он по тембру такой же замечательный, то опытным путем я выяснил, что такая постановка дает прекрасный, замечательный крэшевый звук со всеми частотами. Ничего там неплохо. Опять же, задом поворачиваем к малому барабану, потому что малый барабан очень громкий, нам ему не нужен в крэшном микрофоне. А сам микрофон Союз. Вот, Союз 0.13. Прекрасный микрофон, просто чудесный. У него можно все писать. Баяна, акустическую гитару, даже вокал. Вы не поверите, мне вот он, вокал, когда в него пишут, мне нравится больше, чем в 87-й номере. Даже старый 87-й номер. Дальше, хэт. Тоже вот, смотрите, такая история интересная. Кстати, и про крэш можно то же самое сказать, что когда мы бьем сверху тарелки, очень сильная атака от палки у нас происходит. А снизу мы эту атаку немножечко негулируем и больше не наберем музыкальный звук от самой тарелки. То, что нам нужно. Дальше, друзья, хэт. С хэтом вот такая история. Можно писать, я так часто тоже делаю, вот так вот сверху, опять же, чтобы тарелка загораживала нам звук от малого барабана, где-нибудь вот так вот отворачиваем немножко от малого барабана, направляя там ближе к краю и регулируя, скажем там, высотой, положением от таких вот центра хэта, количество всякого шуршания, пролетних призвуков. И вот так вот, если хэт открывается, вот открытый звук, он такой не очень музыкальный, шуршащий. Вот, и тогда мы можем избавляться. Ну, помните, я говорил про то, что тарелка больше звучит по тарелочному, и рассыпчатая, ну, такая чисто художественная штука уже, с краю поэтому есть такой вариант писать хоть с краю но возникает проблемы некоторые тембр замечательно получается очень такой тарелочный там меньше палки и больше красивого музыкального звука тарелки но ух это он забывает микрофон там получается полные артефакты такие жуткие совершенно ставим просто где-то защиту и второе поднимаем микрофон выше этот оси по которым будет ветер убить в дуло микрофона просто я не то что больше лагуна опять же чтобы открытый хэд я еще шуршал я люблю очень близко снимать такой хай файли прям обладатели домашних кинотеатров за 10 миллионов долларов были бы очень рады если мы еще ближе подвинули но поскольку музыка ищем компромиссное положение при котором это это еще более-менее нормально микрофон кстати тоже русский элэйши км-201 совершенно потрясающий очень рекомендую здесь москве их делают качество слойки она превосходит даже качество корпуса выше чем американских ваша звук и подавно вот например у меня на радио американский шур стоит он по звуку честно говоря хуже но по звуку он немножечко хуже но тут такая штука художественная что на радио нужно подчеркнуть самый верх в него в этом микрофоне задан и просто на эту задачу этот микрофон мне именно подходит и мы потому что сразу более правильный райдовый звук получается поэтому вот фиговенький американский микрофон меня на радио стоит который может быть традиционный звукорежиссер забраковал бы сказал что это фигня надо нойман но именно на эту задачу мне больше такой нравится так дальше что там бас но напольный том бочечный микрофон опять же оставлю была бы моя воля друзья я бы этот бочечный микрофон и на все остальные томы ставил он звучит прекрасно у него такая хай файная знаете как улыбка кривая чиха то есть задирается вверх задирается низ и для томов это просто идеально надо будет наверное даже этот со временем поменять все забывают объявление сделать на вид и что меняю вот этот маленький на большой так что еще у нас осталось а наверх это вот я уже про них рассказывал он те же самые бурдуковские русские ленточники стоят ну по-моему все второй крэш я уже все объяснил почему он так стоит на вот он как у меня расположен еще кстати плюс такой что когда снизу микрофон на крыше ставишь что меньше стоек меньше вот этого леса больше красоты эстетика очень важно для музыканта когда все красиво то он как-то и сочиняется лучше по моему все друзья ну что ж переходим собственно к записи барабанов да друзья совсем забыл вам рассказать еще одна важная составляющая в качественной записи барабанов это предусилители через которые подключены микрофоны я пишу барабаны в основном через вот этот предусилитель это русский предусилитель одного российского мастера саша трифонова из питера вормер саунд у него называется торговая марка его он клонирует схему 9000 ссс л то есть ситуация такая что как будто бы у меня тут стоит 9000 ссс л фактически потому что при записи используется основном только преды очень хорошие предусилители действительно лучше большинства западных за ту же цену малый барабан идет через его же предусилитель имитирующий ниф 1073 вот он тоже прекрасный иногда я через него и не только пишу малый барабан и вокала пишу через него еще кроме предусилителей важно кроме предусилителей важная штука еще конвертер и конвертер у меня традиционные apollo сейчас практически девяносто девять процентов российского продакшена всего звездного уровня делаются через вот эти вот apollo у меня их два восьмиканальный 16-канальный и нас еще у меня к одному к восьмиканальному подцеплен по адату и под же конверта таким образом 32 канала получается очень хорошие конвертеры раньше вот я писал через темный новый такой ящик протузовский эведовский международный уровень весь мир на нем пишется а потом когда решил слезть протуза перешел вот на эти и честно говоря разницы никакой не вижу такие же высокопрофессиональные конвертеры прекрасные качественные чистые то есть наоборот даже очень трудно достичь той широты которую они обеспечивают для звукозаписи то того потенциала качества всем остальным не знаю там расстановка микрофонов качеством исполнения на этом качеством малого барабана и прочими компонентами ну раз уж пошла речь об аппаратуре давайте тогда расскажу сразу обо всем чтобы к этому не возвращаться потом дальше вокал я люблю писать через этот универсалалга 610 тоже традиционная штука многие звукорежиссеры его не любят потому что он слишком ламповым слишком много вносит искажений такой перегрузочные такие ламповые искажения а мне наоборот нравится особенно на мужских вокалах да и на многих женских хорошо если это не нужно тогда я через этот имитатор ниловского 1073 пишу клон дальше что тут у меня еще есть колоночки вот это вот очень интересная штука важная опять же русские колонки n-monitors ну довольно известная уже раскрученная марка все знают совершенно потрясающе я в жизни ничего лучше не слышал они стоят не так уж дорого на уровне там довольно таки бюджетных западных колонок но звучат на уровне топовых этисе пенси от просто в одном ряду с лучшими западными колонками у меня две модели x800 побольше и x600 поменьше в основном я свожу на x800 то что они обеспечивают full range это полный диапазон при воспроизведении и это приятнее там слышно все от самого верха до самого саб низа и можно весь микс контролировать и получать его без перекосов на протяжении всего микса но маленькие тоже хороши потому что они акцентируют внимание на высоких частотах на средних частотах тоже важно послушать в этом диапазоне как будет слушаться еще они принципиально разные эти закрытый ящик а эти открытый ящик с фазоинвертором тоже можно особенности послушать как там как и там но все равно 99 процентов работы я делаю на восьмисотых правда они мне не совсем обычные у меня эти восьмисотки кастомные там стоит фильтр который ребята не пустили серию экспериментальный фильтр с моими личными доработками то есть я совместно с ребятами переписывая с ними там какие-то резисторы перепаивал добавил менял немножечко схему и получилось вообще идеально честно говоря даже серийные я вот не не очень нравится как они в серийный фильтр них получился вот этот мой кастомный фильтр он просто крышесносно я вот мы слушаем не могу наслушаться очень вам рекомендую стоит они помню 120 тысяч это для такого уровня колонок не так уж много кстати вот этот мой кастом вариант по моему у них даже без доплат дополнительных просто скажите им сделайте мне колонки как у фарафонтова это что еще еще у меня есть такие вот маленькие колоночки тоже довольно традиционно схема однополосные 3 полосные двухполосные однополосные на всех этих колонках проверить если нет что он будет звучать потом переносится уже везде нормально тоже in monitors тоже не серийная серия кастом на это ребята делали этом в одном экземпляре серии не пошло потому что слишком дорогая получается не рентабельно никто не будет ее покупать ну и вот это вот смехотворная штука это bluetooth колонка сейчас вся молодежь слушает музыку на блюту в колонке поэтому обязательно надо каждый микс проверять как звучит на этой ерунде кстати из блюту в колонок тоже она довольно приличная колоночка sony какая-то нас приятная прямо от правильная звукорежиссерская советами на ее брать дальше контроллер довольно интересная штука прессоносовский контроллер studio лифт 32 это даже всем контроллер это на самом деле это концертный пульт совмещенный с функцией контроллера то есть он может работать и как пульт и как контроллер я его использую как контроллер к программкам сейчас на данный момент я работаю в кубейсе вот смотрите я двигаю рычажки тут они двигаются там в программе на экране просто волшебство и наоборот можно двигать мышкой там а он видите ездит тут очень удобно особенно когда пишешь автоматизацию чтобы делать это все на каком-то уже подсознательном уровне не мышкой мышкой я не могу я уже много-много лет с контроллерами работаю и как-то я прямо не чувствую микс если я не могу ровно на кончиках пальцев так сказать все это иметь даже сейчас модная тема когда экраны с тачскрином мне тоже это не нравится мне нравится именно физический фейдер двигать ну и плюс у этого контроллера вот одной кнопкой он переключается в режим пульта и можно формировать мониторный микс вот скажем микс барабайщика отдельный там микс вокалиста вот такой причем по вай-фаю каждый может музыкант управлять этим очень удобно таким образом мы двух зайцев поймали в одной штуке и контроллер и мониторный пульт запись идет мимо него для записи у него недостаточное качество концертное качество очень высокая на концертная запись идет напрямую через эти вот конвертера пол давайте вам покажу как он красиво мигает чисто включу предусилительно смотреть и пошли все сигнальчики вот еще у меня отдельный контроллер стоит для плагинов что мне тоже очень нравится плагины крутить вот смотрите например если мы эквалайзер берем крутим его так вот ручкой это непередаваемое ощущение опять же все это прям и найти резонанс легче можно одновременно крутить одновременно добротности частоту или там громкости частоту великолепная штука видно что она снята с производства и надо уже подумывать чем ее заменять потому что я думаю что пара переустановки системы пара версии программы она перестанет поддерживаться но поглядывая на сторону бережа небольшого чтобы ту же функцию главное чтобы дисплейчиками и крутилочками для ручек что тут еще осталось усилитель усилитель для колонок у меня необычный даже не буду назвать модели на ebay даже уже его не найти но очень хороший наши аналоги это него аудио filigran сей лучше берите наши получится та же цена зато новый будет и качество будет не хуже так вроде бы вроде бы обо всем рассказал а вот еще сателлит universal audio очень много у меня используется по-моему у меня получается сумме 8 и 16 8 до здесь 4 4 и 8 16 процессоров у адовских для того чтобы об счет у адовских плагинов шел в компьютере что я пишу 2496 качество я слышу разницу существует и существенный и не очень слышно на трекинге допустим записать если вокал 48 44 96 я наверное не замечу слепом то есть разница но потом когда у вас уже насасывается полный проект с тремя стами плагинами со 100 дорожками щенами тогда уже слышно потому что плагины эквалайзера там ревигураторы они лучше работают при повышенном качестве причем даже может быть можно сказать что там оверсэмплинг должен работать при низкой частоте но оверсэмплинг вносит дополнительное много артефактов которых меньше если мы у нас повышенная частота и скажем без оверсэмплинга или с оверсэмплинг на повышенной частоте этих артефактов сильно меньше это сильно слышно даже потом при конвертации обратно 44 мы гораздо больше выигрыш в качестве получаем за счет того что мы сводили в 96 чем потери при конвертации обратно 44 потому что есть такое распространенное мнение что вам половина закручеров это скажет что какой смысл писать 96 если потом это все равно стримов 44 есть смысл что вот этот процесс процесс производства и всего остального мы получаем такой запас качества 96 то даже после конвертации 44 мы на выходе качество выше чем если мы весь процесс делали 44 надеюсь понятно объяснил программку я использую кубейс но опять же довольно случайным образом моя любимая программа studio вам она наиболее прогрессивная интуитивная функционал потрясающий там например чувствует только оранжер трек стресс скетчпэды это варианты аранжировок бесконечные которые можно сохранять и они тянутся или например распознавание гармонии просто кидаешь трек на трек гармонии он тебе сам пишет какие аккорды в этом треке то есть допустим готовишься к репетиции надо разобрать партию это дико удобно в кубейсе ничего этого нет да нигде этого нету но какая штука почему я пришел на кубейс писали мы а еще и до этого работа на протузе с протуза вообще слез уже потому что не мог его терпеть он очень отстал и там просто сотен функций нет которые есть во всех остальных программках даже говорить ничего плюс политика ценовая совершенно безумно китом апдейты доплаты сам он стоит 160 тысяч рублей кубейс всего 45 студиван еще меньше 30 где-то стоит и из протуза слава богу слез и так пока он еще там ценился сумел распродать по тузовое оборудование и перешел на студии ван он самый прогрессивный в плане интерфейса в плане эргономики функционала но почему перешел на кубейс довольно случайно мы писали такой проект романсы под фортепиано и там вокалисту было не за что спрятаться нужно было подтюнить некоторые моменты это было в мелодайне это было слышно в студии ванна с молодой очень хорошо интеллирован и случайно была распродажа юбилейная у штайнберга они продавали кубейс за 15 тысяч рублей я купил его просто так вот думаю ничего себе никак 45 стоит а так за 15 дает никогда такого не будет я купил на всякий случай типа там ну пусть будет студии мало ли кто-то придет ко мне друг какой-нибудь в кубейс или там заказчик кубейс и проект принесет купил и вот мы мучились мучились этими вокалами мучились я говорю слушаю давай попробуем я купил программку случайно попробуем в ней потюнить вокал потюнили вокал в кубейс и это просто какая-то феерия вот здесь есть вот этот тюн встроенный называется варе аудио совершенно феерический это просто его не слышно как он работает в нем делается то что в мелодайне два часа здесь делается 15-20 минут и самое главное в этом проекте что получилось что вокал который не может спрятаться за пианино все артефакты тюна перестали быть слышны к там пароль кубейс и я из-за этого перешел на кубейс потому что вокал это самое главное в любой песни и этот вот эргономика то что не надо мучиться по два часа каждый бэк тюнить там каждую скрипку скрипки это вообще феерически вот будем сейчас сводить потом песню я вам покажу секунд 20 можно потюнить скрипку а всю пачку скрипок на несколько минут а в мелодайне со студио вам я потом часа два сидел если не больше и вот из-за этого и еще эргономика работы с дублями здесь понравилось сильно лучше чем studio one на более свободно висит версии треков тоже когда будем тюнить я подробнее об этом расскажу и таким образом перешел на кубейс было немножко обидно терять прогрессивность и эргономичность studio one ну ничего привык за три дня и принципе здесь тоже много приятностей всяких уже есть которые от него требуется вверх здесь в кубейсе на аккордовый трек можно во время тюна например указать чтобы показывались какие ноты у нас выпадают из гармонии вот видите там красненьким рисуется нотка которая не попала в гармонию тоже вот таких много мелочей все есть все работает все приложено не надо ни о чем думать а для музыканта важнее не копаться вот в этой инженерии там полгода настраивая под себя программу а творить музыку что количество энергии у музыкального продюсера ограничено если я сейчас буду полдня копаться с музыкой с музыкой с инженерии я забуду что я хотел сочинить что я хотел сыграть кстати то же самое касается аналоговые записи я поклонник цифровой записи именно по этой причине вот допустим если бы сейчас захотел на аналоге на записать барабану я бы тут несколько часов на потратил на коммутацию перекоммутацию подключение там магнитофона на налаживание всего здесь я открываешь шаблон и начинаю писать буквально через несколько минут тратя энергию и творческие силы на музыку они на инженерную вот этот возьмем а пока качество звука уже на мой вкус уже в цифре она превосходит аналоговая а вот эти вот приятные аналоговые артефакты там это компрессия пленки и прочее сейчас плагинами достигается так что в сравнении с некоторым плагинами даже уже слепом тесте многие профессионалы не отличают так что эргономика работы для музыканта она важнее в качестве выхлопа что вы потратите свои там мозговые творческие ресурсы на качественную музыку они на инженерскую борьбу с права с патч кордами и подключением приборов поисками где чё шумит и где надо поменять лампу и там куда перемотать пленку чтобы не затереть старый дубль и так далее так ну что друзья обо всем рассказал обо всем ну пойдемте барабаны запишем забыл сказать еще как я пишу гитару и бас гитару в основном через этот универсал аудио 610 здесь гитарный вход очень хороший качественный прекрасный совершенно прибор я уже говорил что многие его ругают но у меня то здесь на самом деле немножечко нестандартная версия он старый сейчас новый даже другом дизайне и плюс у него еще лампы заменения отобранные какие-то там самые хорошие дорогие лампы не мастер менял может быть поэтому еще мне он нравится а другие слушают стоковые варианты он хуже звучит а ну и еще почему может быть он не нравится многим за курсером то что все вы загоняет в красную зону сразу и там получается сильный дисторшин а надо этот прибор использовать так чтобы стрелка там еле-еле от нуля отодвигалась тогда вот звук у него замечательный получается но он довольно дорогой порядка двух тысяч долларов может быть больше не помню точно совершенно не обязательно его иметь что получить профессиональную запись гитары и даже микрофона можно вот такой вот дегилаб spm100 взять очень дешевенький приборчик долларов 100 стоит у него есть 10 гитарный вход микрофонный вход это это индустриального высоко профессионального качества можно писать вокал можно писать гитару бас-гитару и выпускать это это будет совершенно нормально коммерческий уровень записи я и сам иногда у меня есть еще аранжировочная на втором этаже когда здесь не в студии пишу а там бывают мозгу сочиняю я пишу через этот вот через дегилаб а а и и и и и и и и и Ты в глаза посмотришь только слепо Не увидев призрачный пейзаж То, что вижу, не увидят люди То, что слышу, запишу в тетрадь Так зачем же мы напрасно будем Разные полотна созидать? Сердце не скрученное, не стерзанное Мутоны, фреска на части порезанное Мазками резкими ноги Сердце не скрученное, не стерзанное Мутоны, фреска на части порезанное Мазками резкими ноги Сердце не скрученное, не стерзанное Холодно и ненужно Ты так на луну похож Если ты когда-нибудь поймешь Мою дрожь, дрожь, дрожь Сердце не скрученное, не стерзанное Мутоны, фреска на части порезанное Мазками резкими ноги Шуванное, не порванное Сердце не скрученное, не стерзанное Никто в грешком участке не порезанная Наш по деревьям пролезанная И все покоя И помоя Сердце искромсанное и стержанное Будто бы фреска на части порезанная Мазками резкими нарисованная и порванная Сердце искромсанное и стержанное И помоя Сердце искромсанное и стержанное Сердце искромсанное и стержанное И помоя Сердце искромсанное и стержанное Сердце искромсанное и стержанное Субтитры создавал DimaTorzok Ну вот, друзья, мы с вами записали барабаны Еще такая вот штука при записи барабанов Некоторые продюсеры делают так, я тоже так делал Что можно записать отдельно кадушки и отдельно тарелки Это в основном делается для того, чтобы в румах барабаны были без тарелок Потому что тарелки довольно-таки трешовые Если румы хорошо скомпрессировать, то кадушки звучат отлично И очень так объемно и модно А тарелки шуршат, дребезжат, звенят И поэтому хочется часто записать отдельно И еще, я помните, говорил, что тарелки тоже резут в микрофон малого барабана И все эти проблемы нивелируются То есть можно сыграть там отдельно кадушки, отдельно тарелки потом Но я считаю, что это совершенно не обязательно в современных условиях И потом на миксе я вам покажу фишечки, как избежать проблем И вот этих вот с проникновениями И как делать так, что как будто бы мы писали все это раздельно У нас будет очень хорошо разделяться все Будет у нас рум без железа Есть, так сказать, способы, есть секреты, как это делать Будет у нас совершенно отделенный, прекрасный малый без железа Так что это все не обязательно Вот И что еще? Вот вы сейчас видели залог модных барабанов Во-первых, прямой бит Во-вторых, куплет без хета Это тоже довольно здорово Когда у нас идет развитие в куплете только бочка Бочка малая И потом в припеве появляются тарелки Например, хет, потом райд И у нас постоянное развитие и поднятие динамики Но даже этого мало Например, в припеве у нас открывающийся хет Но у нас припев из двух частей состоит, повторяющихся И вторая часть добавляется на первую долю райд А на слабую долю остается открывающийся хет Что еще? Брейков минимальное количество И сами брейки минималистичные То есть буквально один-два удара Какие-то такие форшлаги может быть Единственное, что можно под конец уже Когда у нас пошел полный разнос Мы добавили там крэш И вот там уже можно разойтись И последний брейк сделать таким Как говорит Nike Царь брейк Вот, ну что ж Пойдемте дальше Работать с этими барабанами Ну вот, друзья, мы записали барабаны Следующий этап – это выравнивание В современной музыке, в такой вот Где смесь у нас электроники и живой музыки Практически обязательно выравнивают Какой бы ни был прекрасный барабанщик Все равно живьем чуть-чуть расходится с сеткой Бочка, малый там то вперед, то назад А в такой музыке у нас обязательно довольно громко присутствует петля Электронный луп такой Тушеновый в выраживке, помните, да? Потом арпеджиаторы какие-то И поэтому барабаны должны быть выравниваны точно в сетку Чтобы эти петли арпеджиатора не разъезжались То есть тут в таком стиле без вариантов Даже если бы пришел самый топовый барабанщик Какой-нибудь там российский Даже не российский Мы бы все равно его выравнивали Это вот не только моя особенность В принципе, я играю на концертах Это незаметно, что я криво играю И когда вот эти барабанщики любые играют А в студии это все вылезает и приходится И даже вот если вы возьмете какие-нибудь западные такие попроковые Современные продакшены Послушаете, вкачаете в программу и расположите То даже в готовом итоговом файле будет видно, что бочка Малый строго по сетке стоит Там, не знаю, в 80% наверное Никельбэк даже Вот так вот разобрать Такая ситуация будет Вот Ну, давайте покажу, как я выравниваю Просто в полуавтоматическом режиме Тупо в сетку К сожалению, в Cubase нет этой функции Мультитрековое выравнивание в эластичном режиме Поэтому я это делаю в Studio One В Cubase есть просто двигание кусочков Автоматическое под сетку Но это немножко не то Знаете почему? Потому что когда мы, допустим У нас бочка и малый Вот, допустим, здесь вот стоят по времени А между ними какая-то происходит Как ты вот видели, да? Я по-малому барабана Какие-то там мелизмы, форшлаги, дроби какие-то играл И вот они Соответственно, если мы сдвинем бочку Они сдвинутся вместе с этой бочкой И выпадут из ритма А если мы делаем это эластично Они пропорционально растягиваются И грув, правильный грув остается И даже вот после такого выравнивания сетку Все равно какой-то почерк барабанщика С грувом Благодаря этим Между долями Вот этим вот маленьким Мелизматикой всей Остается ощущение Живого, правильного, красивого грува Вот Ну, смотрите, как в студии Иван Это все легко делается Вот наш мультитрек Я выравниваю только бочку и малый барабан А все остальное автоматически подтягивается Вся вертикаль Пропорционально, плавненько Как резиночка Подтягивается Под них Так Анализируем транзинты Вот он пошел считать Сейчас он сделает Есть И смотрим Чтобы Не было лишних транзинтов Вот их вот бендмаркеров За которыми будем тянуть И в то же время Чтобы он не пропускал Какие-то удары По малому По бочке Чем плохие и лишние Берут Лишние Что Если мы потянем Вот этот малый барабан То он поедет вместе Он не поедет уже вместе с этим маркером А этот маркер останется вне ритма А если, допустим, этого маркера не было бы То у нас бы пропорционально Вот этот удар Пропорционально растянется Понимаете, да? Вместе с тактом Так, смотрим Чтобы Нет Тут мы все-таки пропускали Какие-то Удары в малый барабан Поэтому немножко трешхолд Изменяем Так 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 Вот еще напропускали Еще Уменьшаем Трешхолд Потому что каждый пропущенный удар Нам потом Дорого обойдется Вручную придется Этот бендмаркер Довольно точно выставлять По Атаке По транзиенту Проще Когда они Автоматически стоят Так Замечательно Вроде Более или менее Красивая Картиночка С бендмаркерами Все бочки Все малые Их получили Вот Теперь Объединяем Это все дело В группу Чтобы они все Пропорционально Тянулись Но Редактируем Только Бочку И малый барабан Вот видите Что-то я Оттягиваю Немножко Оттягивание Кстати Некоторые Ценят В барабанщиках Типа С грувом Вот Обратите внимание Видите Вся вертикаль Едет За нашим Ударом Ну и вот Так вот Можете Запастись Попкорном Потихонечку Мы сейчас Весь Трек Сделаем Сейчас проверим Как оно Слушается Замечательно Так Можете Ставить На ускоренную Перемотку Это Долгий Процесс Несколько Минут Блочки Блочки А вот И малый Послушаем Да Замечательно Вот видите Сейчас Невыровненно Играли Практически Незаметно Что Невыровненно В живой Игре Это было бы Нормально Так И вот Так вот Потихонечку Бочка Малой Бочка Малой Продолжаем И проходимся По всей Песне Почему-то Немножечко Назад Все Непонятно Какая-то Задержка Что-ли Была Но С другой Стороны Барабанщики Когда играют Назад Это Даже Ценится Типа Барабанщик С грубом Так 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 Вот Есть все-таки Муторная Часть В нашей Прекрасной Профессии Музыкального Продюсера Это Вот такие Штуки Монтировать Что-то Двигать Ну ничего Уже Близок Конец Я тут Пока Вы уходили Практически Уже Всю песню Подвинул Так Ну все Выровняли Теперь Перетаскиваем Это все Обратно В Cubase Смотрите Как в Studio One Это все Феерически Сделано Просто Вот так Выделяем Все Все наши Клипы И одним движением Перетаскиваем В папку Вот Раз Все наши Валочки Прекрасненькие Выровненные Появляются Где надо Сейчас мы Затащим В Cubase И получим Прекрасную Партию Барабанов Так Ну вот Открылся Наш Cubase Файл Старые Невыровненные Заменяем На выровненные Очень просто Вот так Вуаля Готово Ну что Наверное Теперь Переходим К записи Вокала Ну это Уже Сейчас Следующий День Когда Оля Приедет Будем Писать Вокал Вот Заставь Язычок Быть Пожестче Ладно Да Он там Не спал Так Готовы Да Да Под луной Светящееся Небо Бренный Нистовый Мираж Ты в глаза Посмотришь Только слева Не увидев Призрачный Пейзаж То Что Вижу Не Увидят Люди То Что Слышу Запишу В Тетрадь Так Зачем Же Мы Напрасно Будем Разные Полотна Созерцать В предыдущий Раз Было Лучше Здесь Была Какая Ошибка Ты Меняла Позицию У тебя Какая Была Вот Идет У тебя Фраза Не увидев Призрачный Пейзаж Оль Вот В чем Ошибка Смотри Не увидев Призрачный Полу Улыбки Всю Фразу Если Поешь На Веке Продолжай Всю Фразу И Гласный Вот Сейчас Было Хуже Потому Что Не Поменяло Аккуратненько Не 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 Выдумывай Ты Не Изобретай Велосипед Все Проще Гораздо Оль Которая Преподаватель А Как тебя Называть Оля 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 Большая Оля Маленькая Оля Широкая Оля Узкая Оля Красивая И Вторая Красивая Благодарствуем Еще Сейчас Оля Тянула Фразы Очень Долго Может быть В первом Куплите Больше Повествовательно Да Можно Здесь Сократить Конечно Здесь Нет Перехват Как Припеве Ближе К мелодикламации Типа Рассказ Мы Начинаем Вводить Слушателя В историю Курс Событий Да Мы с ней Проходили Не один раз Говорил Тебя Да Тут Все Каждую фразу Недержим Мы Кстати С тобой Над этим Работали Некоторые Фразы Обрубали Даже Ближе Чем Ну Раньше Чем Ты Тебе Представил Ну Села Всегда Ну Ну Понимаешь Да То есть Не каждую Тяни До конца А То есть Это Как раз Уберет Ту Проблема Что У меня Мираж И Пизаж Вниз Проваливается То есть Их Можно Просто Какие Там Создать Эту Песню А не Просто Вокализировать Оно И Получится Само Собой Так Давайте Попробуем Под луной Светящееся Небо Брянный Нистовый Мираж Ты В глаза Посмотришь Только Слепо Не Увидев Призрачный Пейзаж То Что Вижу Не Увидят Люди То Что Слышу Запишу В Тетрадь Так Зачем Же Мы Напрасно Будем Разные Полотна Созерцать Супер Ну Здесь Было Уже Больше Более Чувствительно Света Ну Например Ты К сожалению Можно спеть И с чувствами И все равно Вокально Это Донести Но зато За душу Стало Трогать Поинтереснее Ну Поинтереснее Можно Так Зачем Не Проваливает Поскакала Опять На скачках Вот Просто Скачки И Включить И все Ладно Так Так Зачем Мы Напрасно Будем Оля Это У тебя Столько Здесь Носовых Этих М И Н Надо Закричать И И И И Сразу Сюда И И Немножко И Порван Я Разозлись Подними Зубки Верхние Клычки Обнажи Готовы Да Неплохо Неплохо Закричала Только Закричала Уже Прям На Воздухе А На Гор То есть Есть Небольшая Хрипотца Вот У меня Но Она Идет За счет Подачи Воздуха Все равно Понимаешь У тебя Просто Перекрыло Не Перекрывай Поток Воздуха Ладно И Порван Я Наоборот Здесь Большой Выброс Идет Огромного Пара Горячего Наоборот С паром Должна Это Подать Крик А у тебя Сухой Он был Так Включаю Да И Порван Я Вот Отлично Вот Здесь У нее И было Как раз С паром Прям С хорошим Поняла Как надо Кричать Кричать Нам тоже На паре Пар Подавать Друзья Ну я вас Поздравляю Мы всю Песню И давай Я ей Пропишу Давай 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 А я Буду Писать Точно Садись За место Коучера Нормально Не глушит Нормально 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 Супер Так Ну чего Поздравляю Что ли Вас Да Мы молодцы Ну что ж Друзья Теперь Надо Отобрать Лучшие Дубли И потюнить Вокал Приступим В Cubase Все это Достаточно Легко Делается И просто Я вот Смотрите Как это Делаю Режу Вокал На такие Вот Кусочки Из которых Мы будем Выбирать Лучшие Дубли Так Это Примерно Там По вдохам Выдохам Режем Если надо Будет Потом Еще и Помельче Порежем Ну что Начинаем Отслушивать Я люблю Слушать С конца Потому что Как правило Последние Дубли Самые лучшие Потому что Уже Певец Распелся Уже Вошел В материал Так У меня тут Все на клавиатурных Сокращениях Построено Под луной Светящий Ясенебо Вот этот Мне больше Нравится Эта Половинка Под луной Светящий Ясенебо Под луной Светящий Ясенебо Все Пошли Хуже Нет смысла Отслушивать Дальше Так Слушаем Следующий Кусочек Ясенебо Ясенебо Посмотрим Как оно Склеится Под луной Светящий Ясенебо Чуть Чуть Надо Подвинуть Чтобы Два Дубли Соответствовали Друг Другу По Ритму Ясенебо Ага Светящий Есть На Ще Склеивать Вообще Самое Благодатное Потому что Незаметно Вообще Такая Шум Ветящий Ясенебо Ветящий Есть Незаметно Под луной Светящий Ясенебо Так Дальше Солируем Наш Лейн У меня здесь На буковке Ю Клавиатурное Сокращение И стрелочками Двигаемся По дублям Брянный Нистовый Мираж Брянный Нистовый Мираж Брянный Мираж фейды аккуратненькие вот делаем кросс фейды и фейдын и кросс фейд на всякий случай слушаем хорошо ли он получился я щи есть замечательно вообще незаметно я щи есть дальше брен ну и так далее в том же духе а ты так на эти резкие паузы они на самом деле не будут слышны в общей каши в музыке поэтому можно спокойненько так вырезать дырочку все будет нормально паха тут хорошо склеен пришла напоминалка послушать олену демку новой песни у нас уже второй альбом готов по спасон грайтингу уже даже на третий материал и вот новые песенку и присылать сочиняет это удивительно если ты гад поэтому тут же двигали кстати вот интересный момент дыхание в начале куплета и в начале припева я думаю надо отрезать между фразами уже внутри куплета внутри припева лучше оставить чтобы не было искусственности что человек как бы не дышит отдыхает немножко неестественно но в начале песни начале припела зачем нам этот вдох подошел к микрофону артист и начал петь бессмысленная штука так подошел и пошла песня как бы с нуля с тишины мне кажется это более логично хоть правил не искал искал потом я эти вдохи по громкости прибью вот из кромсоны берем копируем туда но этот верхний дубль удаляю чтобы он не повторялся и будем выбирать уже из дублей которые у нас никуда не пошли таким образом у нас не будет никаких повторений кстати вот эта интересная тема я не люблю копировать все-таки у нас эта музыка поп-рок здесь присутствует рок и в роке которого корень блюз невозможно иметь одинаковый куплет одинаковый припев даже если слова совершенно одинаковые мелодия совершенно одинаковая должно быть развитие динамика там должно быть эмоции больше чисто громче по динамике сперта или там какие-то форманты в голосе новой должна открыться вот поэтому мы делаем все все новое папе то и везде ничего копированного так вот мы все порезали сделали аккуратненькие кросс фейды теперь смотрите в кубе очень интересная работа с лейнами вот они все наши лейна остались вот эти вот кусочки которые отобраны подсвечены более темным цветом видите красненькие там желтенькие если для порядку я их вообще сейчас все выкрашу в один дефолтный цвет уже нам не надо знать какие лучше не лучше поскольку они отобраны вот и вот так вот хорошо очень видно какие куски пошли в дело какие не пошли это не у всех программ так это очень удобно и теперь вот такая тоже эргономичная фишечка я беру делаю из этих всех отобранных кусочков склеенный один большой кусочек нам так будет удобнее с ним оперировать часто тюнить его будет удобнее но в любой момент мы можем вернуться и подобрать какие-то кусочки из старых дублей которые нам промазал сейчас придется еще раз из старых дублей которые если захочется что-то заменить какая-то буква нам не понравится там даже после сведения все это останется и будет висеть вот здесь вот можно будет заменить в любой момент или там не знаю дабл захочется набрать из оставшихся дублей и у нас не будет никакой путаницы сейчас вот смотрите их выбираю всем приходится так выбирать то что нет возможности поскольку они на разных этих вот лейнах обвести нет возможности они у нас выбраны так вот теперь мы их склеиваем в одну большую колбасу помещаем на отдельный лейн и смотрите какая красота вот откуда мы взяли там везде дырочки образовались и теперь у нас никакой путаницы не будет и вот наш набранный чистовой дубль как одна большая колбаса с которой мы оперируем работаем дальше ну что ж друзья вот мы сейчас отобрали лучшие кусочки вокальные и я хотел сказать общий такой спич про вокал про тюнинг вокала что я считаю что сейчас современной эстрадной музыки вокал должен тюниться во первых потому что это уже стандарт на западе в общем то никуда не денешься сейчас лос-анджелес законодатель моды в музыке этот сказать столица шоу-бизнеса там тюнет все абсолютно вся даже профессиональные вокалисты которые приходят прекрасно и попадают внутрь все равно тюнят лучшие кусочки выбирают там из многих дублей вот и вторая причина я считаю что вообще вокал современной музыки это еще один инструмент он должен быть хорошо настроенным звучать как бы также дорого и красиво как остальные инструменты практически любой вокалист даже самый профессиональный волей-неволей плюс минус четверть тона обязательно дает вот даже если послушать старые записи 60-х там 70-х годов там практически постоянно иногда до полутона даже доходит и нормально вот но в современной ситуации я считаю что вокал должен быть по тюни мне самому даже нравится когда даже профессиональный певец и вокалист оттюнин и звучит вот а тем более если это автор собственной музыки автор исполнитель то к нему требований по моему на мой взгляд совершенно никаких не надо предъявлять можно считать что это просто поэт читает свои стихи под музыку и таких примеров несчестно макаревич никольский высоцкий да даже утесов цой это все великие поэты великие музыканты которые плюс-минус там четверть тона это как минимум а иногда и полтона и ничего страшного все это воспринимается совершенно органично естественно а воли тем более даже не такой страшный случай там у нее четверть тона как у всех артистов даже топовых есть и сейчас мы это четверть тона приберем и исправим ну что ж начинаем так ну вот мы отобрали все чистовые дубли и теперь тюним тюнить кубейсе просто великолепно раньше я тюнил в авто тюни потом тюнил в молодая не это это было долго не эргономично муторно и ненавидел это дело но только из-за тюна в кубейсе за варя аудио я пересел на кубейс до этого я работал на студии ван потому что здесь это намного эгономичнее и быстрее минут за двадцать тюни то что этом два часа тюнил раньше в мелодайне а также звучит более естественно меньше слышно тюни кубейсе вот смотрите какая красота так включаем варе аудио потом анализирую час сатас и у меня есть свой хитрый читерский способ эргономичного и быстрого тюнинга показываю вот смотрите вся наша песня это несколько но буквально вот они тут видно синенькие шиолетовики и красненькие выделяем все делаем точное интонирование по тону и полное сглаживание каких-то там изменения тона внутри ноты таким образом мы очень быстро и легко будем понимать какая нота нам нужна нам не придется вращаться пианино долго думать какая нота нужна участка сами все поймете а потом когда ноты выставим по нужной высоте мы отпустим это дело и уберем слышимое влияние тюна будет у нас аккуратненький тюн но светящиеся мне вот видите как все хорошо слышно но он 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 но и и вот еще маленькая хитрость начало и концы нот немножечко отпустим чтобы тюн не влиял здесь можно вот так вот сделать флажочки потянуть и у нас тюн не влияет вот в этих местах в начале и в конце нот тоже это добавит естественности вот не пугайтесь вот так не будет это роботизированное полностью затюненное пение только лишь для того чтобы мне сейчас и вам очень легко понимать какая нота должна быть вот видите сразу все понятно что вот это нужно и не из того мираж ты в глаза ты 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 в глаза посмотришь что ты ты в глаза посмотришь только слепо ты в глаза посмотришь только слепо не увидишь не вот нота которая не является нотой а просто что-то такое вот что удаляем и вот это вот тоже такая же штука удаляем и все не увидев призрачный пиза будет более естественно не увидев призрачный пиза еще иногда вот эти чеши всякие и пить сибири тоже не хорошо и дать он на них пить а вот как раз на стебель и попал разные полотна созерцца вот кстати сибири он попал удаляем когда тюн не будет на него влиять и здесь тоже разные полотна созерцца вот смотрите если бы не было того что я сделал полного выравнивания кривой тона не очень понятно какая нота должна быть смотрите да то ли это то ли все сделано предельно выравнивания отлично слышно какая нота пусть будет естественный въезд глиссанда такое незаметненькая многие певцы его делают она естественно и нормально из кратча из кратча из кратча кратча теперь самый волшебный момент берем все выделяем так что только это нас артефактная нотка осталось опишу в тетра нет не артефактная есть такая выделяем все это и отпускаем допустим на половину чтобы слушалось естественно и еще раз надо повторить этот трюк с началами и концами нот чтобы у нас не затрагивались начало и концы нот и тюна не было слышно что только тело нота так сказать выравнивалась так и теперь послушаем что получается проверим как она звучит по но но и светящиеся небо бренный и неистовый мираж ты в глаза посмотришь только слепо не увидев призрачный пейзаж и стерзанная будто фреска на части порезанная мазками резкими нарисованная и порванная все Rifle нотки пониже надо дай все рт все рт я кружку дай все рт и порванные а сердце ты шкара мне 25 минут и мы потюнили то что я раньше делал мелодай не два часа вот чем велик кубе из ну что движемся дальше тюнем бэки тут все просто порезанная мазками резкими на по тому же принципу на скорую руку что байки они довольно тихие практически не особо важны лишь бы не было какой-то лажи перзаная перзаная будто бы будто бы фреска на части порезанная мазками мазками резки видите даже профессионал ольга она же профессионал и все равно плюс-минус четверть тонна попадает мазками резкими нарисованная и тогда тюнил вот и теперь друзья такой важный момент я буду выравнивать эти бэки под основного кого с основной вокал разные в каждом припеве все честно как настоящий рок-музыки это в попсе все копируется вот а бэки можно копировать даже в рок-музыке но чтобы они по ритму совпадали с основным вокалом нужно их будет выравнивать в каждом припеве по-своему то есть в каждом припеве выравнивать и смотрите как это делается в кубейсе просто прекрасненько и замечательно вот для того чтобы создать образец для выравнивания из основного вокала я сейчас тогда дуплицирую версию трека основного вокала вот duplicate version прекрасная совершенно функция тоже мало где она есть кубейсе вот она есть чтобы можно было спокойно терзать этот вокал и потом просто удалить этот трек и основной вокал останется нет нетронутым теперь мы нужно сделать эти фрагменты чтобы они были совершенно одинаковые по длительности при этом автоматическому алгоритму кубейса выравнивания будет проще работать с этими треками если они будут одинаковыми по длительности ну собственно вокалай не то же самое происходит вот но в кубейсе опять же он есть встроенный и нам не нужно покупать вокалайн отдельно вот смотрите как это делается выбираем кусочек и такой же кусочек вырезаем из основного трека сейчас только на предварительно основном треке это все сбалансить в одну в один файл чтобы оперировать с ним с одним так и назовем кстати этот эту версию трека для выравнивания чтобы не забыть потому что ее можно удалить так выделяем часть трек которые по которым бы выравнивать во всех припевах одинаково так и теперь пользуемся встроенной функции выравнивания audio alignment для образца задаем наш основной вокал и вот эти два байка он просит их сбалансить тогда значит мы сделаем как что на всякий случай чтобы оставить версию редактируемую тюна опять же сделаю копию версии треков у нас останется редактируемый тюн на старой версии треков а на этой версии мы их сбалансим раз уж куба и спросит так теперь открываем выравнивание основной вокал но он тут уже кажется и уже задали вот эти вот как цель и line и потом вот он как-то выровнял там по своему алгоритму более-менее нормально и теперь мы вручную будем это все проверять и доводить но для начала послушаем как оно получилось и стерзаная будто бы фреска на части порезаная мазками резкими нарисованная и порванная так вот здесь вот кривовато и порванная все придется вручную тогда сейчас выравнивать выравнивать и порванная так так и по ну тут по картиночке хорошо видно довольно удобно это все а и порванная сердце иск чем еще хороший инструмент выравнивания в кубесе что он оставляет редактируемыми вот эти вот фрагменты которые он выровнял а вокалайн например уже их жестко замораживает и не они становятся нередактирования конечно можно их опять редактировать это уже будет повторное редактирование по редактированию а качество деградирует же на каждом этапе сердце искромственное истерзаная вот там и порванная послушаем вместе и порванная нормально вот и то же самое операцию надо проделать со всеми тремя куплетами с оставшимися двумя вернее ну наверное я не буду вам этого показывать это в общем то же самое пустая трата времени я сам сделаю части порезано ну и так далее в общем выровняли к сожалению во всех припевах приходится выравнивать заново потому что у нас оригинальный вокал разного всех припевах так дальше я в бэках люблю удалять дыхание вдохе поэтому придется пройтись по всем бэкам по удалять вдохе ну что ж пройдемся истерзаная будто бы фреска на части так фреска на части чтобы они не умножались и не складывались с вдохами в основном в вокале не было лишнего шума шелеста кстати тюн здесь я в бэках решил оставить очень жесткий потому что у нас такой стиль полу компьютеризированный немножко близкие похожи на вокодер такой дафтпанк такой у нас получается ну и так далее я уже тут без вас сам тогда дорежу чтобы вас не задерживать а и и Продолжение следует...